Друзья, привет! Это «Кухня Юго-Запада». Последняя передача. Подводим итоги года. Итоги вышки мы уже подводили. Затронем мы переходные матчи 1-го дивизиона, 2-го дивизиона и, соответственно, кубковые все наши баталии. Гостями у нас сегодня будут Виктор Пилов из чемпионата. Плюс к нам точно приедет Константин Ситармин. Возможно, привет Юрий Давидов из столицы «Артель». Всех ждем. Меня зовут Михаил Першин. Меня Антон Погодин. Здравствуйте. Давайте начинаем сразу же мы по старшинству. Начинаем мы с переходных матчей за право играть в 1-й лиге. Команда 2-го дивизиона. Не лишним будет напомнить, что предыдущая передача у нас была посвящена 2-му дивизиону. И там была интрига. Последняя была. Давай мы чуть напомним, что было непонятно, кто в итоге попадает напрямую, кто в итоге будет играть в переходных. И мы строили массу гипотез. И в итоге все эти гипотезы у нас сломались. То, что Заряд приехал хорошим составом и обыграл Рофф-Байкал. Тем самым окрылил он Вихрь Саус-Вест. Вихрь Саус-Вест, уже не выходя на поле в матче с Энтеросом, уже становился обладателем путевки в 1-й дивизион. Но Вихрь сам же достойно закончил чемпионат и победил Энтеросо. С предыдущей ради, скажем, что у Энтеросо 15 человек, как Юрий Женков не сказал, не приехало. Но там всего два запасных было. В сезоне ни разу у Энтеросо такого ярки не было. Ну, Миш, ну, во-первых, команда заранее обеспечила себе чемпионство. И если параллельно с зарядом проводить, да, с дублем заряда, то все-таки там ребята готовились к кубковым матчам. То есть им необходимо было иметь игровой тонус. Энтеросо не был обременен дополнительными играми. Поэтому как закончили, так закончили. Я думаю, все те 15 человек, о которых Юрий Женков говорил, уже где-то стол можно открывать. Да, да, да. Я говорю, а как же банкет, последняя игра. Он говорит, ну, банкеты все приедут. Ну, там прииграть приедут поменьше. Если какая-то игра что-то решала, тогда, говорит, приехал коньерятка. А так, ну, в итоге Энтеросо выиграл чемпионат. Эту игру выиграл Вихрь Саус-Вест. И в воскресенье нас ожидала суперигра. Команда Побратимов, Уралан и Байкал. Байкал без галкипера. Удален был в игре против заряда основной галкипер команды Дубин Бабуев. И в итоге Уралан выиграл. Мы всегда говорили о том, что Уралан попадет в первый дивизион. Мы как-то не переживали. Там, видишь, и трансферную кампанию провели нормально. Максим Питкиев вернули под концовочку. И мы думали почему-то, что через переходные. А получилось, что через напрямую. Напрямую Уралана. Ну, здорово. Мы поздравляем Уралана с выходом. Сейчас плавно делаем подручку в плей-офф, чтобы понимали, какое было обстоятельство. В итоге Байкал отправился в плей-офф. Но Москва уже там была и ждала своего соперника. В итоге это оказался... Байкал как раз БСК. Мы с тобой специально, как БСК, мы говорили о том, что матч Майрата-БСК это была ничья в пользу Классика. Знаешь, вот мне вот почему-то вот внутри что-то мне подсказывало, что не обыграют БСК Вилы. Вот почему-то, вот знаешь, поэтому я говорил, что Классика выиграет свой матч у Внукова. И Классика будет играть. И я видел матч Вилы-БСК. Поехало, кстати, несколько игроков Классика за этой игрой. Смотрите Вилы. И мы ждали бой. Боролись до последнего. Они забили кучу моментов. И по Классике на 60-й минуте. 1-2. И, соответственно, БСК попадает в плей-офф. Чем мы их поздравляем. Сейчас мы дальше будем рассказывать, чем этот самый плей-офф закончился. Соперником БСК в плей-оффе был Алмаз. В первой лиге тоже мы итоги как таковые не подводили. Подведем их чуть позже с Виктором Беловым. Но уже не в самом первом дивизионе. Там мы пару слов скажем. Там больше о чемпионате будем разговаривать. Потому что всем все понятно уже, что произошло в первой лиге. И, соответственно, Алмаз, потому что победила вершина. Совершенно неожиданный прайд в своем матче. И там вообще, на самом деле, Алмаз на волоске висел от прямого вылета, который в итоге состоялся. Все-таки вылет во второй дивизион. Играли они с... Нет, вернее, там не от Алмаза зависело. Нибиру чемпионат обыграл как раз Алмаз. Показал, что против они каких-либо вот этих вот движений в последнем туре. Алмаз, соответственно, остался ожидать, чем закончится матч Митрологик-Нибиру. У Митрологика мы знаем, что у Городка финалоги чемпионов Одинцовского района в другом формате, в другом турнире. Они вообще хотели не приезжать, на то и они приехали. Дали бой Нибиру, хотя Нибиру 0-2 проигрывал, 2-2, но больше времени не хватило. В итоге Нибиру вылетел напрямую, Карбанш вылетел напрямую, Химик вылетел напрямую, но мы это уже говорили. И мы... Тяжелая ситуация была у команды, рассчитан на что-то положительное было очень автоматично. Да, тона в десятку вообще вошла, там Торпеда осталась, и посмотрим, что случится с этими командами. Переходным матчем полуфиналы, первый полуфинал у нас был между командами Алмаз и БСК, и знаешь, то ли перегорел Алмаз, то ли они посмотрели таблицу и подумали, ну, что там БСК, понимаешь, что у нас получается 9 команд, только 9 команд зашла в плей-офф, а там выше был и Олимп, там выше был и Заря, там ГБД команда, которая в десятку во вторую лиги не попала. Ну, что, мне кажется, такая была логика, что мы ее не обыграем, что ли? Ну, а с другой стороны, давай обратим внимание на то, что, во-первых, в том сезоне Алмаз выступал во втором дивизионе, БСК выступал все-таки в первом. Вот. И как раз в таких матчах, мне кажется... Ну, БСК костяк сохранился. Костяк сохранился, да. Ну, и Алмаз практически в том же составе, в котором в том году играли, и вышел на данную встречу. Но вот здесь вот как раз опыт вот этих вот принципиальных игр, ответственных игр, мне кажется, и сказался. Алмаз более молодой коллектив, и это их и подвело. БСК безоговорочно, я считаю, выиграл 4-1. Еще кучу моментов они не забили. То есть, да, Алмаза на самом деле все вообще очень трагично могло закончиться. И 4-1 это еще не край, которому была команда достигнут по итогу. Поэтому, в принципе, больше что-то говорить о данной паре, я думаю, смысла не имеет. Ну, мы будем сейчас плавно переходить к финалу, который должен был состояться. Но мы к нему сейчас будем плавно подходить. И давай мы дадим слово к тренеру БСК, колоритный мужчина, Александр Светисил, Георгий Михайлович Вифлянцев дает нам интервью. Слушаем. Рядом с вами Георгий Михайлович, он тренер команды БСК. Поздравляю вас с победой. Расскажите, пожалуйста, об игре. Спасибо, спасибо, ребят. Ну, игра азартная, огонь был. Вот эти вот правильно сделали руководство, что делали эти штыки. Во-первых, руки не опускают. Где-то внизу все знают, что еще все впереди. Вот это по хоккейному принципу. Вообще здесь много из хоккея. Вот эти пятерки меняются, там семерки, тогда пятерки до семерки. Мне очень нравится. Во-первых, этот вид спорта, он энергозатратный, конечно, здесь вот энергия, все. Но азарт остается до конца. Вот сезон заканчивается, а мы все равно в теме. Мы в теме. И все команды, которые были там в теме, молодцы. Вот это большое спасибо. И так и держите. Во-первых, азарт, это организация очень хорошая. Поле вообще великолепное. Первое, второе. Сейчас второе манеж еще строит. Огромное спасибо. Я не знаю, кому скажут, мира, там, руководство. Но ребята отрываются, отрываются. А мы же их забираем из пивных, из алкоголя. Алкоголь губит Россию, из мира хронических алкоголиков. Но они уже ими не станут, уже супер. Хорошо, получают азарт. Вот почему футбол любят? Говорят, андреналин, но андреналин накапливается, пробивает в голову инсульт, пробивает в сердце инфаркт, злость, раздражительность. Как это выбросить? Надо пробежать, пожалуйста, у нас есть. Там надо 3 километра. У нас бегут и по 7, и по 8 километров. Удар у нас есть. Коллективная победа у нас есть. Все для здоровья сделано. Только игра, ребята. Всем спасибо. Молодцы. Вообще игра замечательная. Дрожелюбная обстановка. Никаких вот этих козней здесь нет. Судят. Потрясающие судьи. Молодцы. Никаких претензий. Только спасибо всем большое. Все, ребята. Спасибо. Спасибо. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, кто для вас преподавательен в финале из пары Байкал-Новомосква? Какой соперник для вас лучше? Ну, а мы... Вы знаете, нам сифти-сифти. Нам сифти-сифти. Но... Как вам сказать? Все в руках Всевышнего. Мы не выбираем соперников. Что будет, то будет. А мы делаем то, что должны, и все. А будет, что будет. Понял. Спасибо большое. Желаю удачи. Пожалуйста. Знаешь, по итогу интервью хочу сказать только пару наблюдений. Конечно же, человек энерджайзер, он заряжает ребята. Вот он там говорит, что у нас некоторые за игру там 7 километров пробегают. Мне кажется, он сам по бровке там все 10 пробегает. Да, несмотря на казалось бы уже такой... Мужчина в самом расцвете сил. Авторитетный возраст, да. В самом расцвете сил. Но, как мы видим из интервью, даже человек не только в футболе замечательно разбирается, но еще и в жизни. В хоккее еще. В хоккее, да. Поэтому... Да, говорю... Кругозор велик у человека. Говорю ему спасибо за это интервью. И очень хочу я, чтобы он все-таки появился у нас когда-то в студии. Мне кажется, это будет очень интересный диалог. Тем более, человек играл в футбол на высоком уровне на самом деле. Давай, поздравляем БСК пока с выходом в финал. Второй полуфинал. Новый Москва-Байкал. Натерпиаде мы воочию весь этот матч. Байкал провел перед переходной на хорошую трансферную кампанию. Усилили они некоторые позиции. Отбыл дисквалификацию голкипер. Новомосква, стоит отметить, тоже привела хорошую трансферную кампанию. Наконец, молодые воспитанники начали давать результат команде Василия Хрикливого. И... Ну, две таких философии футбольных сошлись. Знаешь, мне кажется, просто Байкал в решающий момент растерялся. Объясню тебе еще, почему... эмоционально, мне кажется, они подвели сами себя. Они все все были уверены в себе, что они выходят, что вот это вот первый дивизион близок, и то, что уже возможно, что там. Плюс еще случилось большое счастье в семье Валентина Хомраева. Наделась дочка, с чем мы его сердечно поздравляем. И... не мог он присутствовать на играх, а, конечно, Валентин это душа команды. Это главный мотор, главный двигатель команды, да. И вот его и не хватило. И вот эта вся эмоциональность, да, там, я считаю, все-таки, может быть, Василий Хрикливый со мной согласится. Вот эта вот эмоциональность. Но Москва вела по счету 2-0, там, в принципе, вопросов не было. Да, были какие-то моменты у Байкала, но в итоге уже знаем мы братьев Погосов, прекрасные ребята завтра делали что-то с ним происходит. Знаешь, как с Дарисом Каспарайтисом. Такие, если мы аналогию продолжим сейчас. Так отзывчивый прекрасный парень, как выходит на лед, все это. Другой пример такой Олег Пещеров есть. Если к реалии вернуться. Олег с возрастом уже стал поспокойнее в поле. Вот. То есть, прекрасный отзывчивый парень на поле что-то не сейчас, не в этом сезоне, а вот до этого. Вот. И, соответственно, что-то происходит так же противопогосовыми. Все-таки, я считаю, что спровоцировали они, но как бы КДК вынесло решение такое там. Там долгая перепалка была между игроками и в итоге... Там тоже и давление на арбитра было. И Александр Соколов отработал эту игру. Молодец. Игра была тяжелой, на самом деле. Мне кажется, и врагу не пожелаешь такую рассудить. Да, очень много эмоций. Очень много на кону стояло, очень много эмоций. Такие как потасовка, там, слава богу, она погасилась. Спортивный результат 2-1 победа Новомосквы. Закономерная победа Новомосквы. Москва закономерная победа. Там, да, у Байкала в конце там были какие-то определенные подходы. Ну, было нужнее, но закономерная победа, да, нахватила чуть-чуть Байкалу. И в итоге Байкал остается во втором дивизионе. Но Москва отправляется в финал с БСК. Игра должна была остаться в воскресенье первой парой. Но мешались некоторые обстоятельства, в том числе ну, вообще, вот, никакие медали, в отличие от других матчей, от кубкового финала, от стыков за вышку не проводилось. И, ну, то есть, там был спортивный интерес. Здесь же просто учитывая ситуацию в стране с заболеваемостями и так далее, и была информация, что в одной из команд объезды несколько простуженных людей. Во избежание ЧП. Плюс мы еще знали о том, что узнали, буквально, до этого, что снялись соревнования реальщики, к сожалению, реальщики покинули юго-западную линию, но вообще команда покинула, футболисты, там, если кому-то нужны футболисты реальщиков, то обращайтесь, я думаю, что они открыты для диалога, играть они хотят, там есть мастероги-то игроки, поэтому те, кто свод, прокладатели команды, пусть подумают об этом. И, так как у нас Юзина есть, которая тоже реальщики, соответственно, была вакансия, и решили мы, что, ну, зачем проводить лишний матч, тем более, ну, какие-то не то, что тревожные звоночки, кстати, люди, которые были прослужны, сдали тесты на ковид, когда сейчас очень популярно, там все отрицательно, но факт в том, что, вот решили, что, зачем, спортивного интереса нет, поздравили люди команды с выходом в первый дивизион, и, Новомосква, и БСК в следующем сезоне сыграют эту игру в свои, как-нибудь, две игры, уже в рамках первой дивизиона, чем их сердечно поздравляем, команда за год возвращается в первый дивизион. Да, абсолютно верно, было в втором дивизионе, перетрубация произошла у одних, косяк сохранили другие, и уже с новыми силами, и с опытом выступления второй лиги, ребята, будут штурмовать Олимп первого дивизиона в очередной раз. Давай заканчивать на этом с вторым дивизионом, это был классный турнир, это была новая формула, в следующем году, конечно, мы учтем все пожелания, и уже там это расписание по группам, и как все будет происходить, уже будет написано заранее в регламенте, уже по ходу сезона, не будут приниматься какие-то решения, уже все четко будет прописано, чтобы для команд было все максимально прозрачно. Смотрите за информацией, будем к нашему телеграм-канале давать ее, какого будет регламент, и схема проведения соревнований, вообще, когда стартуем, и виние кубок нас ждет. Поэтому следите, переходим к первому дивизиону, к нам уже приехал Виктор Белов, давай подаем его и у нас появляется первый гость Виктор Белов, руководитель чемпионата команды победителя первого дивизиона. Вить, поздравляем еще раз. Спасибо. Вообще, у нас передача так составлена, и позже вы поймете, почему у нас все-таки в конце, естественно, будем обсуждать кубковые события, и так вот получается, что прошлогодний обладатель кубка у нас в студии, и чуть позже к нам присоединятся представители столицы Артель, точно принят Константин Сутормин, не знаем, успеет ли Юрий Давидов на нашу съемку, так или иначе, и Стафета, там и Антона Савченко, я думаю, с Кириллом Ивановым мы вспомним, которые стали двукратными обладателями клубка нашей лиги, но давай по первому дивизиону, видите, вообще, вот несколько лет назад, еще под названием Нефи, ты уже выводил команду, свою же команду, которая потом была переномана в чемпионат, в первый дивизион, что скажешь по уровню первой дивизиона вот тогда и сейчас. Ну, на самом деле, совершенно разные уровни команд, и у нас на тот момент команда не такая была сбалансирована, которая в этом году, то есть, да, проблематично нам было в самом конце, вот, прошлогодний, когда мы в Нефи, получается, играли, вот, тяжеловато было в самом конце, но мы все-таки вот дожали, там несколько матчей уже было выиграть, контровых, заигровка была, и мы выходили, но уровень намного выше вот в Юг-Западе, тем более первой дивизионы. Ну, то есть, по сравнению с Сезоном 16-17. Тогда было, ну, сколько у нас тогда был команд, насколько помню, Стопнаркотик был, потом Реальщики были, Смарт, который был, нестабильный, сильная команда, получается, была, и, кто еще, какая там еще команда была, Стопнаркотик, Реальщики, где-то был наверху, Смарт, да, ну, вот, я вот, как бы, запомнился, вот эти команды, которые, я помню, удар до последнего претендовал, Искра еще была, Искра, Искра, да, удар там тоже ОМК, удар до последнего претендовал, там, помнишь, и какую-то там важную игру личную они вас обыграли тогда, но не хватило им всего там по дистанции доехать тогда, вот, я вспоминаю те события сезона 16-17, но это уже было давно, в целом, я согласен, что уровень у нас потихонечку повышается, и это очень здорово, что идет прогресс, с игровой лиги, и это, конечно же, не может не радовать, видите, первоначально задача была какая? На первой дивизион? Да. Исначально была задача постараться выиграть высший дивизион, потому что мы знаем, что мы должны были выступать высшим дивизионом, но так получилось, что оказались в первой линии. Давай тогда мы с тобой поставим диалог, сразу с чего все это начиналось, я помню прекрасный летний день, август месяц, это получается у нас 2018 года, и я на даче, как раз у нас идет уже формирование дивизионов близко, и мне звонит Витя и говорит, что возможно командный чемпионат в высшем дивизионе принимать участие не будет, а учитывая, что команда только-только стала с трофеем, команда готовилась к Еврокубкам, и понятно было, что видимо надо как-то сохранять команду, потому что я помню, даже с этим были проблемы первоначально, то, что с местом там были проблемы, в итоге со стоп-каркотиком вы однились, вообще-то расскажи нам, вот что происходило, вот выиграли вы кубок, вроде здоровские перспективы перед командой Еврокубки, сильный состав, и вот что? Получилось так, то, что мы в принципе у нас уже была команда, был костяк, который как раз ждал Еврокубков, то есть готовились соответственно к высшему дивизиону, то есть у нас уже в голове было понимание добавления нескольких игроков по позициям, чтобы бороться за самые высокие места, то есть в принципе мы уже к этому были готовы, ждали распределение соответственно, то есть стандартка команда добавляет таблицу, и мне тут пишет один человек, а почему у вас нет турнирной таблицы, я не понимаю, я открываю турнир таблицу, но в действительно нет, я не понимаю, что происходит, если не ошибаюсь, я вроде в первый раз позвонил, но я эти решения не мои. Факт в том, что я созвонился с Дмитрием Смирновым, вот спросил, что так, почему-то получилось, почему у нас нету, получился так, что чемпионат был партнером в любительской футбольной лиге, но у них какие-то разногласия произошли, и соответственно, в связи с этим, как выдвинул представитель лиги, Дмитрий Смирнов, он сказал, что якобы партнеров команд мы можем расставлять свои приоритеты, то есть перед этим мы можем тусовать, то есть к примеру, техносила как раз зашла вместо нас, а нам сказали играть на западе, высшим дивизионе, ну соответственно, для нас это было, для меня, по крайней мере, это ударом, сами понимаете, на западе насколько высокий уровень, и к этому нужно не только с хорошим гостиком подходить, но еще с хорошим кошельком подходить, вот, то есть, соответственно, к этому не были готовы, и мы, то есть, ну как бы, у меня, ну реально, стоп какой-то был, в плане того, то, что нужно было что-то придумывать, делать, потому что в высшем дивизионе места нельзя было уже нигде найти, только на западе, в первом дивизионе места не было, то есть, ну, вариант был либо начинать с второго дивизиона, либо обещал Смирнов, чтобы попробовать с юга, говорит, что, может быть, в первом дивизионе юга, вот, ну и как-то так получилось, я с Никитой списывал, с перевозчиком, который стоп наркотика, ну я его давно к себе в команду вызывал, ну вот, предложил к нам перейти, вот, он сказал, что у них какие-то проблемы в команде, ну, как бы, предложил, как бы, зайти вместо них и добавить еще их игроков, ну, как бы, так получилось, то, что мы в этом году оказались в первом дивизионе юго-западу, в общем-то, место стоп наркотика. Насколько сложно было оставить лидеров команд в чемпионате в первом дивизионе, когда уже ситуация разрешилась в вашу пользу, ну, относительно, но все-таки лучше в первом дивизионе, остаться, чем начинать вообще с нуля. На самом деле, получилось так, что у нас, соответственно, и лидеры-то и ушли, потому что у нас ушел Сапронов, у нас ушел Умедов, Динар, у нас ушел Парфеев, Пономарев, таких, то есть, эти парни, которые были костяком нашей команды, они вот, ну, все перешли, соответственно, на запад, и вот, эта первая волна была, я, ну, как бы, расскажу позже, у нас этой волны было, наверное, три этапа, то, что у нас смена состава, мы, как начинали первый дивизион в этом году и закончили, у нас совершенно другой состав стал. Ну, да, Антон Савченко даже начинал составить чемпионата, я так понимаю, ты сумел его убедить остаться хотя бы, чтобы в играх на Москву более-менее достойно представлять Юго-Западную лигу и команду, чемпионат в частности, но в итоге Антон Савченко потом у нас с Кириллом Ивановым тоже покинули и перешли в столицу. Опять? Кирилл, прошу прощения, Антон Савченко транзитом он уходил в район? Но все равно он ушел из команды, понятное дело, что начинал изначально в чемпионате, да, и в итоге-то оказался в высшем дивизион. Ну, да, не Антон Савченко с Кириллом Ивановым они пообещали, то, что останутся в команде и помогут. Они, соответственно, помогли. В особенности Антон Савченко очень помог именно вот как раз в первом отрезке, то есть в первом круге. То есть он очень прилично нам помог. Соответственно, Антону огромное спасибо, что он никуда не ушел в тот момент. Он нужен был для нашей команды прям очень сильный. Но он реально помог. У нас потом только начались трудности. Как раз это была как вторая волна смены состава. После Москвы уже. Ну, у нас как получалось? Мы же насколько вы помните то, что на Москве не очень хорошо выступили, потому что у нас состав практически не собирался на те игры. То есть у нас получается состав собрался на последнюю игру, когда мы выиграли Аэрофлотом. И предпоследняя игра с Экспотором, когда мы играли на выезде, у нас тоже неплохой состав был. Мы ввели два раза в счете. То есть не хватило немножко собранности, сбалансированной вот именно состава, чтобы довести в зол до победы. Я думаю, здесь даже повлияло то, что волны в плане состава. То есть люди приезжают на игру, они не знают, какой состав в оптимальном виде будет в игре. И вот этот предстартовый мандраж, который и так у всех игроков наблюдается. Тем более на таких играх, как на Москве, я думаю, сыграл в игре. Мы здесь ставили приоритеты перед собой. У меня была задача выиграть первый дивизион, доказать, что команда достойна выступать в высшем дивизионе. То есть мы не по делу покинули его, мы обязаны просто вернуться с первого места. сделали это очень убедительно. Что это команда сделала. Было на самом деле очень тяжело. Я вот не помню такой вот тяжелый сезон. Мне кажется, не у каждого, мало у кого из руководителей был такой тяжелый сезон. Ну да, три раза собирается команду по ходу сезона и решить в итоге поставленную задачу, это, конечно, по-своему гениально. Какой был самый тяжелый момент в этом сезоне, когда хотелось вообще взять все бросить и сказать, понимал, что-то идет не так, как ты хотел и сразу же в выполнении вопроса, когда ты понял, что цель близка. Значит, по поводу того, что когда было очень тяжело и на самом деле прямо катастрофично тяжело, это было как раз после зимней паузы. То есть, соответственно, мы отыграли первый круг, потом сыграли еще несколько игр. И вот как раз получается, мы проиграли Карл Бланшу и потом после этой игры Антон Савчик сказал, что он переходит в Аэрофлот, так как он рядом с домом находится и более комфортно туда ездить, тем более выступать в высшем дивизионе. Кирилл Иванов сказал, что ему предложили столицу перейти. игрокам никогда не препятствую, если они идут на повышение. Я это только приветствую. И получается, у нас Жижин сломался, Антон Савчиков ушел, это два человека, которые у нас в центре играли. Кирилл Иванов у нас нападающих играл, оттянул. Потом кто еще сломался. Капитан команды покинул коллектив Ливан. Ливанку покинул чуть-чуть раньше. Мне кажется, в осенне трансферное окно. У меня почему-то очень девянос. Мы сыграли с Аэрофлотом. и травма была, насколько я помню, одного время он не ездил. У него сначала была травма, потом он уехал в Абхазию. Какие-то моменты. это как раз смена Габика, Дэн ушел. Как мы знаем, они друзья. Осенне очевидно. Ливан перешел на север. Получается, много из тех людей, которые играли в первом круге, они покинули команду по тем или иным причинам. Некоторые люди ушли на повышение, некоторые люди просто было некомфортно играть с новыми людьми. Я помню, начали появляться Ливан. Например, Василий Бархими, который показывал себя хорошо в метрологике, но чемпионате не получилось. в метрологике, как раз у нас был отрезок паузы. искали варианты, кого можно было найти вперед. Я смотрел, мы тренировались в любом случае, мы вызывали людей и приезжали на просмотр. Как мне показалось, Брахим очень неплохо показал себя на спаррингах, которые проводили тренировки, а все-таки когда в чемпионате видно, то есть немножко уже другой уровень сопротивления, когда команда борется, ему все-таки тяжело. И не мог он найти в нашей команде свой видимо футбол, в который он может играть. в первую скрипку в метрологике, все играют на него, какие-то неточности вращаются, а когда все-таки идет борьба за повышение, борьба за именно очки, то, конечно же, уже и спрос другой, и партнеры по-другому из тебя спрашивают, и, конечно же, если у тебя несколько подряд ошибок, даже психологически уже начинает дискомфорт испытывать. Ну, стрессовое условие, да, и все по-разному. Потому что в силу для уровня первой дивизион это прекрасно нападающий. Вопросов нет, но мы знаем много примеров из профессионального футбола, когда сильные игроки переходят из сильной команды другую и не могут себя найти и вынуждены откатываться где-то назад. Мне почему-то сразу приходит на ум Майк Лоуэн, который в Нью-Касли играл. Помните, был такой период, да, то есть, ну, не совсем человек адаптировался к Матейстеру Юнайтед, но в Нью-Касли заново начал показывать потрясающий футбол, несмотря на тот возраст, который был уже на тот момент тоже самое происходит и с игроками в ЛФЛ, одно дело, все знают, что человек умеет, берут его под определенные задачи, под конкретные стратегические замыслы, но в стрессовой ситуации человек не может оправдать полностью доверие на которое на него возложено. Да, 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 так получилось. И в серединку мы тоже просматривали игрока, он тоже играл профессионально, он играл в Арарате, то есть, ну, как бы, получается, в высшем дивизионе, в Грузии, то есть, в Армении, в Грузии, прошу прощения, в Армении, да. Ну, в соседнем государстве ничего страшного. Давай не будем сейчас эти вопросы задавать. Геополитика это не наш камер. Да, вот, как бы, взяли его, тем более, на такую важную позицию в центре полузащиты, потому что нам, ну, тупо, просто не было, некого вообще было там использовать, ставить, то есть, взяли, но он, КЛФЛ, вообще, был не адаптирован, и мне кажется, он и физически не был готов к этому, то есть, ну, видимо, он просто, к Селффелу, во-первых, ни разу не сталкивался, это просто первые игры для него были, но он думал, то, что любители, то есть, уровень очень слабый, а оказалось, не так, и мы вот провалили, вот, что опять же, сложный период, почему мы изначально шли, получается, мы из пяти игр проиграли четыре, после паула. у нас шли разговоры, что чемпионат, ну, между собой, там, пресса, что с чемпионатом что-то происходит, и потом вот начали появляться люди, да, уже другие. Ну, потихонечку, да, начали приходить другие люди, то есть, ну, мы пока, опять же, вот эти вот просто паузы большие были, для нас как глоток свежего воздуха, просто вот, там был очень тяжелый отрезок, после которого мы, в принципе, понимали, на что мы будем способны, то есть, у нас там, получается, мы вот прайду как раз была пятая игра и четвертое поражение к ряду, и вот после прайду у нас вот трейдер, атлас, Росвоен ипотек, то есть, вот, ну, все вот эти вот команды, конкуренты, то есть, у нас у нас селл задачи. Приоритет там тоже где-то рядом был, по-моему, по календарю, и по очкам, и по календарю. Приоритет там вообще, они даже какой-то момент на первое место, они турниров за 6 до конца, за 7, по-моему, на первое место, вышли, и после этого у них какая-то серия из 5 матчей без побед, и в итоге... Да, они скатились, а у нас, как раз, у нас получается, пришла вот эта вот, как я назову, кавказская банда. Ну, вот я хотел, спросить про эту дагестанскую диаспору, прекрасные футболисты, собственно, игры в высших лигах, но, правда, не российских, это и Латвия, это и Молдавия, и за торпед Москва, там, ну, правда, не высшем дивизионе. Анвар Химков играл. Ну, может быть, ну, опять же, не наоборот, не премьер-лиги. Ну, вроде, это было первой дивизион, насколько я помню. Да, ну, вот как раз вот эти игроки нам добавили именно злости в защите, именно характер внутри команды, то есть, ну, сплотилась у нас с командой, мы вот выиграли у трейдера, и, собственно, после этого у нас вот шла серия, то есть, ну, без поражений шли, то есть, зашли, получается, до кубка, когда мы проиграли, для минимума, вот, а все оставшиеся игры выиграли, и, собственно, набрали свои очки, все-таки, с хорошим даже отрывом, с запасом 6 очков, выиграли первой дивизиона. То есть, я считаю, ну, тяжело, но мы это сделали, это очень радостное событие, на самом деле, очень рад этому. Ну, да, те мучения, которые были в этом сезоне, конечно, и в итоге занять то место, которое планировалось изначально, несмотря на все трудности, это великолепный результат. Ну, по-хорошему, от прошлогодней команды остался только вратарь, Виталий Аганесян, то там Владимир Заколодин какое-то время во ворота защищал на решающих матчах именно Аганесян, и в кубковых встречах Аганесян был в воротах. Вернулся под конец сезона Артемий Пономарев, а вот так вот, ну, там Алексей Михайлов, да, а вот из тех, кто в прошлом сезоне играл... Аверин Артем. Артем Аверин, но он как бы между... Да, он был, конечно же, и... Но он как-то между больше первой и второй командой в прошлом сезоне был, чаще за дубль мы все-таки Артема видели, и понятно, что когда-то не хватает народа, Артем приезжает, и погода он не испортит. Ну, говорить о том, что стопроцентный игрок основы, конечно же, игрок ротации. Ну, Дмитрий Горшков практически, то есть, ну, до конца был. Ну, вот, да, да, да. те игры, которые мы, по сути, вот, самые сложные, которые я, про которые говорил, то есть, Рославь ипотека, это последняя, вроде, команда, из всех, которая занимала верхнюю часть таблицы, и вот, потом, можно быть, он еще одну игру сыграл и ушел. То есть, ну, составляются уже такие игры. Дмитрий Ацтовнов у вас одно время играл, который не так давно подпишет. Ну, да, ональный контракт. Популярность Дмитрия Ацтовнова, конечно, резко возросла, и после передачи у Евгения Савина, конечно, да, это было очень интересно, я думаю, что многие посмотрели. Сейчас Ацтовнова, по-моему, уже нет, в заявке или есть? Нет, в заявке у нас есть, но он не приезжает, он подписал же. Да, он подписал, мы с ним как бы на связи, то есть, он в любой момент готов помочь, Да, в любой момент может помочь, когда, соответственно, будет там перерыв или какая-то возможность у него, если будет находиться в Москве. Так, Дмитрий Ацтовнов, он, причем, как раз, набрал форму, начал мячи забивать, штамповать один за одним, что не назовешь, летний кубок, первый в матче приехал за нас, то есть, он с Динамой играл, но он не мог играть вообще, то есть, еще Макс Мельянцев, будущий, прошлый наш капитан, опять же, очередной. Но они все в пищевик переходят, а кто здесь капитан чемпионата? Сейчас Алексей Михайлов. Я думаю, что нет, я думаю, что это человек, который в пищевик Это проверили время. Это да, этот человек не перейдет. Капитанка сейчас на надежность уже перешла, все. Ну да, и Максим Мельянцев, только я помню, он кричит как раз на летнем кубке, когда играли. И этот человек, у него такая трансферная стоимость, как он вообще не может играть. И вот он, наверное, с игры, может быть, с четвертой, с пятой, где-то он немножко притерся. И, не знаю, начал человек хорошо играть, и тут свыше что-то увидел, и Димку как раз Савин позвал. Ну да, да, да. И сразу все варили во вторую лигу, да, то есть, ну, здорово. А с кем он в итоге подписал? А как команда называется? Старой ли я, честно говоря, кто захочет, тот посмотрит. Вот я говорил об адаптации профессиональных футболистов к ЛФЛ, с нами немножко поспорил Володя Цветков, наш постоянный зритель. Каком-то из комментариев мы их читаем, конечно же, ну, который в меняемые комментарии сказал о том, что он считает, что вообще после 11 на 11 8 на 8 вообще легко играть. Ну, вот я вот я видел футболистов, которые там играли на самом высоком уровне, там Гайсумов, Аватов, там Кусов, Рашкин, Даев, у всех Соломатин, Соломатин, Аксенов, там Савельев, Алексей Завинбург приезжал, Варламов тоже не сразу заблистал, то же самое Атставнов. Не сразу, надо понять, больше, как сказать, меньше поля, меньше поля, больше плотность борьбы, другие открывания, вот, то есть, понятно, что футболистом высокого мастерства, он не потеряется, но, опять же, вот мы только что услышали, есть пример, там, человек в Аарате играл в высшей лиге, да, вот, у нас есть, конечно, другой пример, это из-за ряда прекрасных футболистов, так он тоже играл несколько дивизионных в Армении, высшей лиге, но как-то сразу заряд органично вошел, знаешь, Ну, мелкая моторика, плюс позволяет антропометрические данные, все-таки не будем забывать о том, что у нас отставного в большой, но так столба, знаешь, играть-то не тяжело, если ты всю жизнь его играешь, вне зависимости, в большом футболе ты это делаешь, или в мини, твоя задача всего лишь грамотно занять позицию, оттеснить защитника и создать что-либо, а для игроков креативного именно плана, да, для защитников, у которых, извините, и расстояние другие, и динамика сама игровая абсолютно другая, не знаю, с чем не согласился Владимир Цветков, но все равно привыкать приходится всем. Привыкать, да, у него, плюс, видимо, он не в очень хорошей форме был, у него реализация очень была плохая, там ему отдавали на пустые ворота, он не замыкал, то есть, ну, по идее, для него это... Может быть, даже психологически, для него это хреб. Человек, да, ждет контракта, и вот даже на таком уровне может залить, и вот это вот... Давление, давление идет. Ульяновск он перешел все. А, ну, как без Ульяновска, вот эти передачи. Ну, вот новый футболист, пришедший вот уже в последнее трансферное окно, как ты говоришь, ну, скажем, магистанская вот эта вот диаспора, что добавили команде? Они до команды добавили характер, злость, то есть, они добавили вот желание, уверенность побеждать, то есть, ну, прямо вот, видно на поле, то, что ребята, во-первых, и они дают себя полностью на поле, и, то есть, они душой целиком в команде. И они тем самым, также вот ребят, которые вот у нас играют уже в команде, то есть, также характером, сплоченность происходит, и отсюда, видимо, и как-то результат. Просто появился у команды вот стержек. После этого всего, вот когда у нас вот этот вот отрезок был, появилась стабильность, и потом пришла, опять же, уверенность своих сил, которая была на старте чемпионата. Вспомню просто, вот на старте, весь круг прошли, у нас было только одно поражение, это от Росвоенопотеки, когда у нас просто не собрался состав. Насколько помню, мы тогда перевозчиков даже на прогене ставили. Ну вот я хотел спросить, по итогам сезона, вообще, по-моему, только один человек из Стопнаркотиков так вот остался, можно сказать, до конца, потому что я судил ваш чемпионский матч, это с Кооперативом Озеро, по-моему, Магомед, да, по-моему, вот он играл против Кооператива Озеро. А, Магомед, во-первых, Магомед был всего лишь на нескольких играх, и он пришел не с Стопнаркотик к нам, он пришел в качестве свободного агента, но он в Стопнаркотике как бы был, как игрок. Но в тот момент, когда у нас люди из Стопнаркотика добывались заявку, его не было, не было, он сыграл, вот у нас, получается, две игры, он одну игру сыграл с Атласом, и одну игру сыграл, получается, с Кооперативом Озеро. Не могу не спросить про кубковые встречи, прекрасная победа, там больше на эмоциях, на мастерстве, но эмоционально очень была игра с Метеором, выбили действующего чемпиона из Кубка, и потом игра с Аминиевым, в прошлой передаче мы как раз разбирали, для нас это был самый интересный матч, мы его в итоге в прямом эфире не показывали, и вроде все началось хорошо, повели 1-0, но как раз мне кажется, вот я тогда лично дала свой прогноз, 55 на 45 я стоял в пользу Аминиева, единственное, что было, у меня вот смущало, почему я не стоял на чемпионат, потому что тот уровень сопротивления, во-первых, относительно новой команды, мы тогда это не говорили, потому что тот уровень сопротивления в первом дивизионе, и тот уровень сопротивления, против которого играет Аминиево в вышке, он чуть разнится, и мне кажется, вот это вот именно, если в первом дивизионе какие-то ошибки на своей плане поля прощаются, то Прудников и Павленко такие ошибки уже не простили. – Да, у нас, во-первых, две позиции просели. Одна ключевая была – центральный защитник, у нас должен был другой игрок играть. И с фланга играл бы Анвар, который играл у нас центральный защитник. У нас с мяча 2, а то и 3 пришли с правого фланга. Там, как бы, такие, я бы сказал, детские ошибки игроков. Но не суть. Просто Аминева играла в такой реально комбинационный хороший футбол. Мы в первой лиге с таким просто не сталкивались. Опять же, держит даже играет новым составом, уровня сопротивления такого не было. То есть, как бы, подвижение просто вот с Метеором, когда играли, да, ну, опять же, с Метеором и состав был у нас, ну, опять же, все игроки, которые должны были быть, они были. И Метеор, ну, все-таки, а Дэд Лош, они не более, как, прямолинейно играли. То есть, у них не было столько движений, сколько было у Аминева. И Аминева нас вот в середине, вот именно со своими, как шахматы просто разобрали. и ребят как раз с этим не справились. Ну, опять же, и тоже реализация была отвратительна у нас. Мы тоже очень много, насколько вы помните, не забили мячей. Вот. И, собственно, как бы реализовали свои моменты и проиграли. То есть, ну, а так, я считаю, в Кубке, на самом деле, изначально и не было задач. Задача была выполнена, вышли, вернулись выше дивизион, в Кубке задачи не было. С кем-то из футболистов по поводу следующего сезона переговоры ведутся? Или пока тайна? Чтобы других не расстраивать, тех, кто сейчас есть в составе? Ну, я обещаю, в следующем году будет сюрприз. То есть, из серии громких? Ну, посмотрим, не будем загадывать. Ну, вполне возможно. Работа ведется. Работа ведется. Работа уже давно ведется. 24 на 7? Да. Ну, конечно, такой сезон пережить, мне кажется, опыт получен, мне кажется, колоссальный. И выживание в экстремальных ситуациях, суметь сохранить команду, заново ее, да, весь сезон сколотить. Мы уже говорили о том, что считанное количество игроков осталось. И в тяжелом первом дивизионе, тяжелый первый дивизион, на самом деле, это очень тяжелый пермьер. И он в этом году был бы вообще очень тяжелый, если бы не снятие, там, айсберга, хэнговера, потому что это тоже кусачие команды, и тогда бы вообще вот эта вот драка за все места, мне кажется, была бы она так, шла до последнего тура. Но... 9 команд в среднем претендовали за зону стыков, чуть ли не 11 даже одно время мы с тобой помнишь, считали, 11 команд было, которые еще не потеряли шансы за борьбу за высшую дивизион. там еще и Прайд, и ММФ-2, ММФ-2. За последние 2-3 тура, по большому счету, уже окончательно вырисовывалось. Ну, там пятерка-то оторвалась. Пятерка оторвалась. Но я тебе говорю, за 2-3 тура вот это уже стало совсем очевидным. И вообще до последнего тура все было непонятно. в том числе. Каждая команда может любую покусать. Вот, конечно. И если вы думаете, что человек будет ухаживать удачу, то есть может быть удача, то есть у вас не будет думать о пятерке, а о золоте. – Мне кажется, это логично и здорово. Мы пожелаем тебе только удачи, ты у нас был на первой передаче, в первой истории, сейчас второй раз, надеюсь в следующем сезоне будут поводы встретиться и пообщаться о хорошем выступлении чемпионата на полях Юго-Западной лиги. – Дай Бог, дай Бог, будем ждать с нетерпением. – Это был Виктор Белов и мы переходим дальше. Друзья, проводили мы Виктора Белова, это была интересная беседа. Теперь давайте перейдем к переходным матчам, за право играть в вышке. Две пары у нас получилось, потому что шальные будут играть, мы знали, уже очень давно. – После матча с реальщиками. – Ну да, это очень давно уже у нас было, соответственно, что пятое место будет у команды приоритет, мы тоже прекрасно понимали. И в последнем туре первой лиги стоял только вопрос, после того, как «Рославная ипотека» потеряла очки с торпедом Гагаринским. Теоретически «Атлас» мог выйти напрямую, а «Рославная ипотека» попасть в переходные встречи. Но если бы «Атлас» выиграл свою игру приоритета, как потом оказалось это повторение финала было за право играть в вышке, «Рославная ипотека» поиграла в ММФ 2. Но этого не случилось, «Рославная ипотека» уверенно победила в ММФ 2. «Атлас» разобрался с приоритетом, такую репетицию провел. И, соответственно, «Рославная ипотека» в высшем дивизионе. Дениса Шерфудниловна поздравляем, Виктора Белова мы уже поздравили. Давайте к полуфиналам. Первый полуфинал, «Шальные» нас играли с приоритетом. Ты удивлен результатом? Нет, абсолютно нет. «Шальные» мы уже неоднократно говорили, что команда показывала на летнем кубке то, что она показывала в чемпионате. Это абсолютно два разных коллектива, несмотря на то, что играют одни и те же люди. Плюс ко всему уровень ответственности, который был в этом матче, лишний раз продемонстрировал минусы этой команды. То есть, я думаю, будет о чем подумать Виктору Егорову и Дмитрию Шалину на следующий сезон. Ну, а приоритет, приоритет великолепно сыграл этот матч Владимир Жандаров, который, в принципе, и протащил команду в финал стыков. Ну, кстати, Жандаров его подмолодежные сборные рассматривали. Он по возрасту проходил. Сейчас, не знаю, будете проходить следующим гагом. В этом сезоне сборные, понятно, уже играть не будут. Посмотрим, что будет. Какие лига Центральной Советы внесет признастные ограничения по молодежным сборным. Приоритет выигрывает у Шальных. Шальные в первом дивизионе. Желаю Виктору Егорову, что мечтает он вернуться опять в высший дивизион. Вот есть время собрать боеспособную команду, какие-то перестановки сделать в ротации, с тренировочным процессом сделать. Ну, не знаю, поле поменять. Ну, какие-то стратегические решения надо принимать уже. Да, стратегические решения. Мы нисколько сейчас не призываем к отставкам тренера, потому что Дмитрий Шалин работает. Это не наше дело, что происходит внутри команды. Ну, какие шутки надо поменять. Ну, оптимизацию провести какую-то определённую. Надо поменять и желаем удачи команде выдаться. Из обратно, в вышку. Потому что команда, которая летает из вышки, кто туда мечтает вернуться. Ну, это нормальный сбор. Не у всех получается. Однажды, помнишь, как у Samsung лет 8 назад реклама шла? Однажды достигнув простоты, никогда ей не изменишь. Ну, да. Вот из этой же серии. Давай, Дмитрий Чумаков, представитель, руководитель приоритета после матча с шальными давным интервеймом. Рядом со мной стоит Дмитрий Чумаков, основатель. У нас и представитель, ну и в классе игрок тоже. Поздравляю вас с победой. Тяжёлая игра была. Расскажите, пожалуйста, об игре. Игра была интересная, я думаю, для всех участников, и для обеих команд, для болельщиков, и для ещё внешнего любителя LFL. Я думаю, и советую всем обязательно в записи посмотреть игру. Потому что действительно была упорная борьба с обоих сторон. Две команды себя хорошо показали. Очень было приятно сыграть с таким соперником, как шальные. И довольны результатом. Готовились к игре. Вот. В принципе всё. Скажите, пожалуйста, кто для вас предпочтителен уже будет в финале из пары трейдер Атласа? Для нас принципиальной разницы нет. Мы уважаем трейдеров, мы уважаем Атлас. Мы с ними играли в этом сезоне. С трейдерами в прошлом сезоне у нас была борьба за первое место. Вот. Будет приятно сыграть и с Атласом, и с трейдером. Надеемся на победу, готовимся к игре. Будем отталкиваться от себя, от своих возможностей. Как-нибудь будете разбирать соперника, готовиться к игре? Ну, я говорю, что у нас есть уже история встреч с этими соперниками. И с Атласом мы сыграли, по-моему, завершающий матч сезона. Есть понимание, есть представители команды, которые занимаются игровым процессом. Посмотрим, посмотрим игры соперников обязательно еще. Но, принципиально, будем в приоритете ставить подготовку и ориентироваться на свои сильные стороны. На своих игроков, лидеров, которые, я думаю, подойдут у нас в оптимальном состоянии. Есть несколько у нас травм, но, я думаю, все будет достойно. Будет интересная игра, финал. И, опять же, советую всем посмотреть матч по возможности, если у кого-то получится, и вживую понаблюдать за этим зрелищем. Спасибо, желаю вам удачи в финале. Спасибо. Второй полуфинал, его мы ждали намного больше, и было много вопросов. Матч Атлас Трейдер Тим Гуфс. Все мы помним матч второго круга, очень эмоционально, закончившийся в ничью 3-3. Вообще, смотри, у нас получается вот так вот полуфиналисты. Это Шальми, которые в полсезоне играли в первой лиге. Команда вышла по неспортивному принципу. Там, путем прекрасных менеджерских идей Виктория Егорова попал в вышку. Команда Атлас, команда Трейдер Тим Гуфс, команда Приоритет. Три команды играли в том году во второй лиге и были близки к тому, чтобы пройти ее экстерно. Ну, у всех это получилось. Оказала практика, да? Да. Вернемся к самой игре. Атлас Трейдер. Ждали мы эту встречу. Напряженная она была. Упиши футболисты Трейдера против молодой поросли Атласа. Максим Адаксин. Максим Адаксин сильно поменяли по ходу своего коллектива. Юрий Жоголев остался. Братарь, по-моему, Енакиан. А так, в принципе, все остальные. Николай Страхов. Да, Николай Страхов еще. А так, в принципе, все лидеры Картеля сейчас дают. Все практически в ходе сезона. Все молодые футболисты Картеля пришли. Виктор Широков травмирован. И вот сейчас очень многие кайфуют от Юрия Мореева, от Данилы Сигбатулина. Виктор Широков там абсолютно не хуже. И если он выздоровеет, лишится свои проблемы с коленом, то в следующем с вами этот троц, братар, вышки-то не даст. Да, чуть-чуть. Опережали сейчас события, ну да ладно. Да, да, да. Плюс Дмит и Агарк еще тоже восстанавливаются после болезни. После болезни, да. И поэтому тоже потенциал есть. Протенциал есть. Огромный. То есть Анвар и Максим – это игроки сборной. Мы будем забывать. И, соответственно, потенциал у Атласа огромнейший. Да. В этой игре быстрее два мяча Атласа. И мне кажется, знаешь, как вот выдохнули. Трейдер не знал, что противопоставить. Как-то, знаешь, два глаза били и все, игра встала. Ну, Миш, давай объективно смотреть на ситуацию. Все-таки с Павлом Арутюняном и Бездневым это абсолютно разные трейлеры. Павел Арутюнян не смог. Это 50% результативности команды. Уважаемый Виталий Кулев – авторитетный человек в футбольном мире. Но в одного в такой игре против молодых защитников, постоянно бегущих, постоянно играющих на напряжении, все-таки проблематично. Адекватной замены Виталию не было. И, соответственно, без Павла Арутюняна. Ну, получили, получили. Трейдер немножко без зуба смотрел сам. То есть не будем забывать об Ацельсове и Акименко. Оба были на поле. Не будем забывать, появился Дмитрий Хлестов. Ну, в общем, мастерства на поле у трейдера было много. Человека, который возьмет на себя всю ответственность за атакующие действия, все-таки не нашлось у трейдера. Ну, или просто не дали за счет… Или не дали, да. Разобрали соперника хорошо. Знаю я, что для Атмоса это супер мотивация была. Учитывая матч второго круга. Для трейдера, я думаю, тоже. Ну, хотя перед игрой я звонил и Гулешиновым разговаривал. Ну, как-то он так… Ну, не было бы мне сказать, что этот матч там в жизни и смерти. Слишком спокойно. Ну, как-то да. Может быть, это… Ну, могло мне показаться. Я ничего не могу говорить. 2-1 трейдер, так или иначе, счет сделал. И вроде взобрет жил надежды. Но дальше добился Батулин, появился. Великолепный удар в дизастроф. Ну, конечно, дал так дал. И оформил дубль в той встрече. Он забил, насколько я помню, первый мяч. Да. И сразу вспоминаем мы, что вообще он начинал свою карьеру давно-давно. В Краузере. В Краузере, да. И там Краузер корректно снялся. И гигантские там отсыдные были для любой команды ОФЛ. Чтобы он мог опять играть. И не получил руководство Аклоса эти деньги. Чтобы разблокировать Данилу. Я видел его на всяких иранских турнирах. Ну, не думал я, что он сходу урпишет и стоит один из лидиков в команде. Если вот Юрий Мареев я был уверен. Ну, Юрий Мареев, он и действующий футболист. Он играет на КФК за Росич. То вот некоторые сомнения были по поводу Данилы. И, конечно, я рад, что... Ну, это классно. Техническое оснащение, удары, передачи. Все у него было. Просто другое дело мы с тобой его увидели в нескольких турнирах, где менее, скажем так, жесткие контакты. Менее динамичные. Он сам по себе поспокойнее все-таки в тех турнирах происходит вся борьба. И было интересно посмотреть, как же он при ограниченном времени при ограниченных возможностях себя проявить. Мы, кстати, там перечисляли лидеров Атласа. Конечно же, Лаврентьева не забыли. Человек специально перешел из Альбиона. Великолепно сразу игра. И изменился он. Какой был в Альбионе человек. На него и весь шлейф там определенный отрицательный ему в плане эмоций. И то, конечно, в Атласе поработали. Ну, там есть кому поработать. Там есть. Не забалуешь там особенно. Ну, закономерная победа все-таки Атласа, признаем. В любом случае в этом стыке с трейдером. Так же, как и закономерная победа приоритета над шальными. И, соответственно, их ждет финал. Мы сейчас отдаем слово автору Красивича в матче. 3-2. Рядом со мной сейчас стоит Данил Сибгатулин. Поздравляю вас с победой. Спасибо. Скажи, пожалуйста, у вас уже была игра с трейдером, когда был очень большой накал. Что ты слышал или, не помню, был ты или нет вот на той игре? Что ты можешь сказать после вот этой встречи? Меня, к сожалению, не было. Заявили практически в конце второго круга. Перед игрой говорили, команда хорошая. Опытные игроки будут играть до конца. Но мы приехали в полном составе. Ну, в принципе, не дали сопернику сделать много моментов. Дожимали их. Судя по первому тайму вели 2-0, потом пустили один. Такой не очень хороший гол. Потом была хорошая игра. В итоге хорошими усилиями добились победы. У вас уже известен соперник на следующую игру. Это будет приоритет. И с приоритетом мы тоже уже играли в концовке. Последняя игра. У вас была победа. Что можешь сказать об этом? Ну, эта команда получше будет, чем сегодня, с которой мы играли. Но мы ожидали, что мы попадем на приоритет. Готовились. Думаю, мы будем в полном составе. Ожидаем победы. Спасибо. Желаю удачи. Спасибо. Ну и финал. Атлас. Приоритет. Проводили мы голосование в Телеграме. И с большим отрывом Атлас лидировал. Кто победит. Но оно и понятно. Потому что, например, ты можешь видеть подписчиков. И, поверьте, футболистов Атлас там немало. Там немало. И они еще добавились, кстати, после того, как вышли в вышку. Удивительно. Еще добавилось представительство этих людей. Это здорово. Значит, опять же, повторюсь. Подписывайтесь на Инстаграм, на Телеграм. С Телеграм не можете найти. Даже есть ссылка на сайте на него. В правом верхнем углу, где есть «Западная лига». Посмотрите там, где есть ссылки на соцсети, на YouTube. Канал на группу ВКонтакте, на которой тоже будем работать, и есть ссылка на Телеграм-канал. Если не можете найти с телефона, то там ищите. Так или иначе, финал. И, ты знаешь, ну, 4-0, да? Мы сейчас мостик к кубковому финалу проложим. Тоже там 4-0. Но разные 4-0 получились. Мне кажется, что Атлас выиграл довольно легко. Атлас выиграл легко. Но это, в принципе, знаешь, предматчевое интервью, которое мы делали впервые в нашей лиге. Да, это мы сейчас садимся. Я задал примерно идентичные вопросы и Анвару Бояркину, и Дмитрию Чумакову. Но если Анвар конкретно ответил о том, что мы от своей игры отступать не будем, мы знаем все свои плюсы, мы знаем, что нам не нужно делать, и на чем основывается уверенность, в принципе, рассказал, то Дмитрий Чумаков, я думаю, больше надеялся на тех людей, которые были составлены рано в студенческих играх. Иван Воблов вернулся и еще некоторые партнеры. То есть видно было то, что надежда на тех, кто появился. Все-таки помним, как «Приоритет» забуксовал на финише, да, и без своих лидеров. Я думаю, в частности, такие результаты и были. Что показала игра, надежды Дмитрия Чумакова не оправдались. «Атлас» забил довольно-таки быстрый гол. Ну, и в конце встречи... Ну, какой-то момент был, когда они могли перевернуть игру. Я об этом и в репортаже сказал о том, что собрались ребята, да, начали создавать моменты, забрали игру под контроль. Вот этих вот разрывов в линиях перестали появляться у них. То есть «Атлас» немножко подсел на свою половину. Но, ты знаешь, все-таки здесь опыт еще плюс ко всему говорится. Анвара Бояркина и Максима Адахсина, люди все-таки в высшей лиге. Ну, Алексей Лаврентьев, давай тоже скажем. Алексей Лаврентьев. Ну, Алексей Лаврентьев не со старта, по-моему, вышел в той игре. Ну, и Данила Сегбатольевна опоздал. Данила Сегбатольевна опоздал. И, кстати, в этой игре он опять отметился голом. Человек в двух матчах, три мяча забил. Потрясающий результат для молодого футболиста. Ну, так вот. И, то есть, был какой-то момент, но в этот отрезок времени «Приоритет» не смог забить мяч. То есть, не сумели они ответить эту единичку на табло. И во втором тайме «Атлас» продолжил контроль над ходом игры. И в последние десять минут, понятное дело, приоритет надо уже было раскрываться. Потому что шанс лыжки скользает из под рук. Ну, и в эти десять минут получили еще три сверху. И, соответственно, вот этим разгром. То есть, в принципе, 50 минут было 1-0. То есть, то, что вы за пятьдесят минут не смогли ни одного мяча забить, это сугубо ваша проблема. Ну, знаешь, мне кажется, Дмитрий Чемаков не сильно расстроился. Я с ним разговаривал несколько недель назад. Он сказал вообще, что проект «Приоритет» – это долгоиграющий проект. Их не было задачи за два сезона выходить в высшую лигу. Он говорит, а нам придется открывать проект «Приоритет высшая лига». Это уже такое финансирование и вообще другие задачи. И он говорит, что у нас нет задачи во что бы то ни стало попасть в высшую лигу в этом сезоне. Ну, на конкурсе все не стало. У «Атласа», мне кажется, как раз было все или ничего. Свистать всех наверх. Да, абсолютно верно. Ну, давно Максим Адаксин сейчас в интервью об этом скажет, что они об этом мечтали еще со школьных лигалов, когда они только появились. Они уже тогда думали, когда же будет эта вышка. И это там 12 лет прошло, и «Атлас». Велкам в высшей дивизион. Ну, давай тогда уж и послушаем. Давай, Максим Адаксин даем слово. Рядом со мной стоит Максим Адаксин, капитан команды «Атлас». Поздравляю вас с выходом высшей дивизион, поздравляю вас с победой, с уверенной. Скажи, пожалуйста, были ли какие-то трудности в этой игре, на что делали упор и как вам вообще соперник в игре? Ну, во-первых, спасибо за поздравления. Трудностей, ну, как оказалось, не возникло у нас. Делали упор на свою игру исключительно. Команду мы соперника хорошо знали в целом. Вот. Все получилось, что задумали сделать. Сыграть строго, забить гол первый, достаточно быстрый. Потом чуть-чуть сыграть дисциплинированно. По ходу всей игры так и получилось, в принципе. Чуть-чуть немножко деревянный был такой колхозный футбол, но получилось все хорошо, как слава богу, как говорится. Я заметил, сегодня у вас был очень хороший состав на игру, очень большой сбор. Скажи, это сыграло ключевую роль или все-таки сделали упор на стартовый состав, который почти был на всех играх всегда? Безусловно. Явка в LFL очень много, на многое влияет. Поэтому все ребята понимали, что это за матч. Для нас мы 11 лет к нему шли с сезона 2008-2009, как первый раз, будучи десятиклассниками, заявились. Поэтому все знали, что эта игра очень важная. И приехали абсолютно вся явка практически основная. Без пары человек. Жаловаться на состав мы не можем. У нас полная бойма. Это, безусловно, повлияло, конечно. Скажи, вы уже выступали против команд из высшего дивизиона. Ты знаешь, насколько высокий там уровень? Будут какие-то трансферы или уже готовы подписать каких-то игроков? Есть информация? Да, есть. Пару ребят есть. Точечные. Ничего там супер трансферов не будет. Точечное усиление будет, безусловно, конечно. В целом, сверхъестественное не будет никаких звезд. Спасибо. Желаю удачи. Еще раз поздравляю с победой. И поздравляем «Атлас» с выходом в высший дивизион. Я думаю, шорох они там наведут. Аутсайдерами явно не будут. И будем смотреть за прогрессом молодых футболистов, которые под руководством опытных игроков. Не будем называть их фамилии, а то каждую минуту их называем. Я думаю, что игра у команды есть и будет интересно. «Атлас» и матчи будут очень зрелищные. Игра и принцип игры, Миш. Мы с тобой еще в том году, когда ребята выступали во втором дивизионе, мы с тобой обратили внимание на то, как они грамотно играли с тремя звездочками. Знаешь, хоть и проиграли на Кубке 2-3, но в принципе ту игру, которую они показывали, а не 2-1. Напомним, если кто забыл, 2-1 «Атлас» даже вел в той игре. И лишь отсутствие как раз опыта вот таких вот матчей. Сыграл с ним злую шутку и тогда они проиграли. Сейчас в ответственный момент команда совершенно по-другому выглядит, несмотря на всю перетурбацию, которая по ходу сезона будет. Менеджмент работает. Гор Погосян еще вспомним, который тоже в менеджменте сейчас уже не играет. Но в менеджменте он там… Селекционер-то он хороший. И убедитель от Бога. Там селекционная часть его есть приличная. Давай чемпионат чемпиона, с чем мы поздравили Виктора, его с вами «Ипотека» в вышке, «Атлас» в вышке. Всех поздравляем. С этим ждем, что эти команды пока в следующем сезоне. Остальные не унывать. Либо возвращаться в 1-й дивизион, либо пытаться в следующем году опять начинать новый поход на выходной дивизион. Друзья, обсудили мы 1-й дивизион. И рады приветствовать у нас в студии. Константин Сутармин, капитан, лидер столицы «Артель». Команда вот только сейчас, буквально несколько дней назад победила в Кубке. Привела прекрасном чемпионате, заняла второе место. Кость, поздравления. Спасибо, спасибо, Виш. Кость, ну давай сразу же начнем с того, что пирожки хороши тогда, когда они горячие. Давай сразу с финала. Финальный матч, соперник «Заряд». Четыре встречи в официальных соревнованиях в Лиге было с этой командой. Ни одной победы. В первом дивизионе вместе выходили. И в вышке два матча тоже. Победы не было у столицы. Какие мысли, какие разговоры ходили в команде? Ну да, мы тоже перед игрой общались и за день до игры, и после, что не обыгрывали заряд. Всегда хотели. Антон тоже как свидетель у нас был. В пару игр мы очень так сражались хорошо. И вот все-таки никак не могли. И на последних минутах пропускали два раза причем. И тоже это сказали на установке перед матчем. Ну вот ребята тоже собрались. Мы с семьей и уверили на победу. Мне тоже кажется, что я говорил об этом сразу после матча в прямом эфире, что победа по делу. В принципе, да, у заряда были какие-то подходы. Вот эти штанги. Три штанги у них в итоге. Конечно, там уже, ну, когда во втором тайме, там она, в принципе, там уже 3-0 или 4-0. 4-0 было во втором тайме. Да, еще два раза с линии ворот выносили. Да, Ильин Петровсов оба раза выбил. То есть, в принципе, заряд очень неплохо контратаковал, но столица была сильнее по делу. Не, ну, как бы, да, если говорить о упущенных моментах, то они у заряда, конечно, были. Мы это понимали. И где-то, как сказать, на первом тайме они были по счету 0-0, если я не ошибаюсь. Ну, как бы, опять же, выигры тот реализовывает на этом тайме, тот и создает. У нас, как бы, тоже были там пару упущенных моментов. Вот. Ну, опять же, футбольная удача была на нашей стороне на этом матче. Вот. Мы, опять же, повторюсь, наверное, что мы тоже, наверное, мы больше хотели, на мой взгляд. Ну, заряд, да. Он очень много потратил на кураж, привязал много болельщиков. И вот это, мне кажется, лишняя эмоциональность чуть-чуть сгубила команду. То, что не на игре были чуть-чуть. На мой взгляд, опять же, как сказать, наверное, была такая ситуация, что, когда при счете 1-0 в нашу сторону мы повели, они начали, да, во-первых, на судейские какие-то ошибки внимания обращать и на вопросы между собой. Вот. Где-то это сыграло тоже нам на руку, потому что они чуть-чуть выключились с эпизодов, с каких-то моментов. Какой-то один спойный момент отсудили в эту сторону, но они сразу начали комментировать и это тоже сыграло на руку, конечно. Ну, да, да. Вот я об этом и говорю. То есть, ну, судейская причина сейчас здесь обсуждать не буду. У меня, как же я уже говорил, когда обсуждал какой-то матч, есть руководство судейского корпуса, оно даст оценку всем действиям, но, как бы, я уверен, что судейский матч никак не повлиял. Я даже не то, что, знаешь, Миша, я могу сказать, что по счету 4-0 там, ну, как-то на судейские ошибки обращать внимание, одно дело, когда еще там в один мяч где-то, может быть, наверное, можно это обсуждать, а тут, ну, в силу, конечно, не то, что, опять же, выгодной ситуации, я бы, наверное, этого не стал обсуждать. Ну, да, как бы, ну, всегда, знаешь, у, как сказать, у побед есть отцы, а у поражений есть виноваты. Да, да. Поэтому тут ничего не будет. Я думаю, на самом деле преимущество столицы в этом матче было то, о чем говорил Юрий Давыдов в лайве перед матчем, он говорил о том, что расчет будет у столицы в этом матче на дисциплину и на самоотдачу. То есть, благодаря этому столица все 60 минут была в игре. Заряд, мы знаем, очень эмоциональная команда, зависящая от эмоций, вся их игра построена на эмоциях. То есть, чем их больше, тем ребята и быстрее, и сообразительнее и так далее, и больше конструктивных игр, ну, и суть. Получается, уровень мастерства у команд одинаковый, но за счет собственной выдержки, за счет собственных вот этих задач, которые были выполнены в игре, столица умела создать паритет, да, и одержать за компонентную победу. Да, вот про футболистов Заряда, то, что их там сгибила эмоциональность, и на самих футболистов-то нет, скорее всего, то, что вот эта вот накрутка со скамейки запасных, то есть, все там лидеры нынешних Заряда, да, там, это Голанов, Батяев, Алексанян, они как раз и не футболисты, как раз и не разговаривали, не принимали участия в каких-то обсуждениях. Вот, 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 там только Торчук, может быть, где-то чем-то отметился, там. Павел Голанов, вообще, после пандемии, я говорю об этом постоянно, он пока, Паша, не похож сам на себя, Костя, да, подтвердишь мои слова, пока это не тот Павел. Ребята, ну, я говорю, первый тайм, если брать первый тайм, так складывать, то был достаточно тяжелый, я говорю, и игра открытым курсом шла, и с нашей стороны, и с их стороны, вот, и, ну, все ребята и мастеровиты, и с их, ну, как бы, Заряда очень мастеровитая команда, у них здесь очень хорошие замены, как бы, поэтому, да, это очень, там, насчет Голанова тоже скажу, что, да, были у него пару ударов очень опасные, что в первом, что в втором тайме, но он их не реализовал, но заставил. Да, там, конечно, в первом тайме уже по-хорошему, конечно же, ну, исход, ну, завалили концовку первого тайма, Багаря, который, там, за 10 минут, три мяча, по-моему, забили, да, сначала Савченко, ну, вот, там, шесть минут буквально, да, 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 конец тайма. Савченко не привыкать решающие мячи забивать, помню, мы и важные матчи, интерфейцы отель, и Антон Савченко помогает, вот, сейчас тоже. Ну, да, этот, Антон еще за полуфинал у нас отбивался, вот, полуфинала нет, мы сказали, что надо за полуфинала финала отработать. Костя, в финале ты не играл, что случилось? Да, я получил трамп, получается, за день до игры, вот, другой турнир, соответственно, играл, получил трамп у колена, очень приятно, вот, пока не чувствую. Ну, ничего серьезного такого. Ничего, ничего серьезного, да, ушиб, может быть, там, повреждение мягких тканей, и все. Ну, главное, связочный аппарат, на месте, все хорошо. Да, да, колено, да, все нормально, слава богу. Костя, те, как капитана, как одного из лидеров столицы, конечно, хочется услышать мнение вообще по сезону. Столица длинный сезон, тяжелый, вот, с Виктором Беловым мы чуть раньше обсуждали это. Вообще, очень тяжелый сезон, вышки тоже, в принципе, очень ровный состав, в следующем году вышка будет еще сильнее. И Столица Артель поменяла курс, смена на тренерском мостике произошла. В итоге мы так понимаем, то, что дуэтом вы с Юрием Давидовым руководили, или больше, все-таки, Юрия Давидова? Ну, больше Юрия Давидова, наверное. Я, как бы, все-таки, как игрок, тоже не влезаю в тренерскую деятельность Юрия, он Юрий. Мы посчитали, как бы, тоже команды, и сам Юрий принял решение, что остаток сезона будет руководить он командой. Вот, и все, мы, команда, спокойно это приняли, вот, и, как видите, тоже взяли трофей, один и второе место. Я считаю лично, что сезон, ну, провели на пятерку, может быть, не, конечно, прям, хотели бы выиграть, конечно, но пятерка, там, очень хорошая четверка, крепкая. Ну, да, всегда вспоминаются такие вот матчи, где не добрали очки, да, мне почему-то в первую очередь вспоминается техносила в первом круге, вот, там, очень вспоминаются техносила. Когда, там, я приехал, я не с самого начала видел эту игру, там, я знаю, что там техносила, там, Лаевский, Аршакян, там, понятно, быстрыми отрывами все сделали. Второй тайм просто столица висела на воротах техносила, я помню, потом, там, опять, контратака, Лаевский забивают. Да, но это, вот, на самом деле, вернемся, опять же, к заряду, я думаю, что это, вот, нас поправило, даже, вот, матча с Амениев, наверное, вернемся, как бы так, что мы больше дисциплинированно начали сейчас играть, а на тот момент где-то у нас тоже были крики, немножечко, наверное, претензии не к себе самому, а к каким-то другим партнерам, вот, и отсюда, да, конечно, был недобор очков, но это, наверное, можно списать, опять же, в первом сезоне, вышли люди, что, ну, где-то не опыт, наверное, наш. Ну, не опыт именно общей команды. Да, конечно. Потому что, если, мне кажется, взять футболистов, ставить по себе, что кто где играл, почти у всех, мне кажется, за плечами есть наступление на уровне относительно хорошего УФЛ, то есть, для того, что это полностью, там, какие-то дебютанты, конечно же, нет. Нет, конечно, конечно, просто, я имею в виду, мы с вами растем как команда, в первую очередь, вот, и, вот, я говорю, вторую половину, этот год мы очень выросли как команда. Результаты говорят о том, что. Да, результаты тоже, вот, ведем статистику, условно, при Юрии Давиде, мы 14 игр, если не ошибаюсь, 14 игр сыграли, 12 выиграли, вот, вот, ну, и, в целом, просто, команда очень сплотилась между собой, все общаются, нету никаких, плохих отношений в команде, вот, отсюда, отсюда и результаты складывать, то, что есть, как бы, клинит в команде. Что поменялось, вот, как вот, игрок скажешь, в схеме ведения игры, именно в установках, вот, с пресс-кранатой Юрией Бабиным и вот с Юрией Давидовым, какие вот кардинальные, есть какие-то отличия? Или, в принципе, сейчас продолжается тот курс, а только чуть-чуть видоизменил, который был первоначально? Наверное, на виду чуть-чуть видоизменен, вот, я хочу просто сказать, что Юрий Бабин очень много вносил, и, наверное, багаж, вот, багаж его есть, вот, Юрий тоже подобрал, видел, все-таки, как, ну, Юрий Бабин занимался работой, потому что он очень, очень много делал, правда, и вот сейчас, наверное, Юрий это все подобрал, уже Давидов. Юрий подобрал, и внимательно все это следит, он, как бы, как сказать, да, потому что это, наверное, у него впервые, он очень-очень ко всему тоже относится со вниманием, ко всяким деталям, всех, ну, все, все организации, я говорю, у нас футболистов стоит столько дел играть, вот, а все другие какие-то проблемы, и это все на Юрии лежит, и он достаточно хорошо с этим справляется, вот, единственное, что в последнее время начали реже тренироваться, вот, собираться, очень тяжело в силу и пандемии, и в силу того, что у многих ребят истории свои какие-то разные тренировки, футболы, мы пришли к выводу, что будем реже тренироваться, вот, и будем собираться на Юрии, зато все в готовой способности, вот, как-то так. Ну, в целом видно, то, что раскрепостилась столица, вообще, вот, если говорить о финале, на меня очень большое впечатление от развелы Нурану Акапирашвили, потому что всегда известный, в нашем совместном корпусе, что очень эмоциональный человек, он реагирует вообще, даже, там, казалось, стопроцентным фолом, он к другому не реагирует, а здесь он и своих партнеров успокаивал, и даже футболистов заряда, что-то там он тоже говорил, именно то, что давайте спокойнее, давайте играем в футбол, единственный, там, был момент, он чуть не психанул на трибуны, там мы что-то крикнули, и мне пришлось, пришлось его успокаивать, потому что хотел с трибуны в какую-то перепалку вступить, я говорю, Нуран, зачем тебе это нужно, я говорю, оттуда можно подкричать все, что угодно, и все, он понял, говорит, да, да, да. Ну, ты же знаешь, футболисты, когда держат все свои эмоции во время игры, в любой побочный какой-то момент, в виде, там, какого-то болельщика неадекватного, в виде какого-то высказывания, все время, выйди сюда на поле, мы здесь с тобой поговорим, а орать оттуда-то могут все. Там, причем, по-моему, даже женский голос был. Еще лучше, почему бы и нет, нам нормальный, красивый, молодой парень, решил на газоне проверить, насколько она интеллигентна в плане футбола, почему бы и нет. Знания, знания. Не, насчет Амрана, да, опять же, все какие-то добавили по-свойски, вот, опять же, Юра Бабин, может быть, ну, я бы он что-то вносил, но Давыдов что-то свое, конечно, привнес, опять же, он где-то начал использовать на разных позициях, потом мы начали играть немножечко в другую схему, ну, при Юре Бабине мы тоже в нее играли, но играли реже, вот, и Юра, опять же, он со всеми ведет диалог свой, конечно, Амрана, да, это тоже было для нас, ну, сенсацией, потому что я говорю, в каком-то тоже вы, ну, в выпуске говорили, что сама столица Айты нечламили уже к судейским ошибкам, как-то привлекать внимание, вот, сейчас, да, мы, опять же, Юра, сам говорю, что, помимо судей, три команды играют, две на поле, вот, если мы будем играть хорошо, то, если бы мы даже не будем замечать внимание, вот, и отсюда как-то, да, мы это подобрали, пока, на мере, стараемся больше сейчас привлекать какие-то нежи к себе, нежи к чему-то судье, к другому партнеру или к каким-то команде, вот, да, Амран, ну, что сказать про него, то, конечно, да, он, вот, последний, наверное, вообще, кубковый, кубковый отрезок, он очень хорошо провел, забил пару мячей, вот, и с зарядом тоже хороший, очень полезный. Не, он именно вовремя, да, считаю, вот, по большому счету, он тогда предрешил уже исход встречи, я просто не стал об этом в открытом говорить в репортаже, но тогда уже чаще всего больше было на вашей стороне. Ну, да, имею в виду, второй мяч, да, и в ЛС, ну, формат ЛС вообще такой, что, условно, там, за пять минут можно забить два, но, в силу, опять же, наверное, взять команду заряд, то они, вот, третий мячик, наверное, где-то добил уже эмоционально, хотя функционально, я думаю, они бы могли играть 60 минут и нарезать нам еще крупную мячу. Они могли, могли, но там, по моим ощущениям, уже заряд последний 10 минут, на самом деле, уже выбросил белый флаг, уже после того, как Овечкино прошло удаление, и после этого начали выходить футболисты, которые не являются стопроцентными футболистами основного состава, они хороши, игроки ротации, как игроки скамейки. Для поддержания темпа хороши, а не для того, чтобы переламывать мою игру. Ну, непонятно, почему Зурабков Рацхеля там 50 минут не играл, но это Петр Лебедев пусть разбирается, это вообще не мой вопрос. Ты знаешь, я думаю, Зурабков Рацхеля не играл, потому что все помним последние очные противостояния между столицей и зарядом, когда Зураб в свои ворота отправил вот этот четвертый решающий мяч, который помог сравнить, но мне почему-то казалось именно из-за этого, потому что помним выступление Зурабков Рацхеля за основную сборную в том году, когда в критический момент из-под человека два мяча мы пропускаем, и в итоге не смогли их отыграть. Может, Петр Лебедев тоже, зная о том, что на ключевые матчи где-то, может, психологически еще не готов, но парень все-таки молодой, там, 22 года, да, Зурабков, 21, и выпускать его в такой рубке, где результат превыше всего, тут уже ни о каком эстетическом футболе речи быть не может, нужно только победу, чтобы попасть на Москву, поэтому, я думаю, только из-за этого. И когда видят то, что уже защитники поднаелись, все-таки та пара, которая у них в основном играла, да, Татарчук, Шмыгин в основном играли защитников, они поднаелись, естественно, надо было уже что-то делать, надо было добавлять, плюс мы знаем о том, что у Зурабова хорошая первая передача. И в конце она как раз вот эти разряжающими кормил, пытался он Голанова выводить, помню. Они там что-то не поделили еще между собой? Ну да, но это уже, это опять эмоции заряда, это ладно, это оставить за скобками. Это стандартно. Да, Костя, вопрос, знаешь, когда мы узнали о том, что Максим Левский покидает столицу, есть прекрасная подача Владимира Паваляева, который, еще раз повторю, по-моему, по моему мнению, провел сезон в ручке с Ильичем Максим, и вот кандидатура Овечкина, она первоначально такой, казалось, не самой... Скептически относились к этому? Ну, скептически, я его помню прекрасно, он в этом сезоне, может быть, кто-то не помнит, он к вам перешел с Космоса, насколько я помню, из Западного, из Космос-Вея, да, и в начале сезона он играл в Юг-Западной лиге, завершил. Да, и он, конечно, выделялся, но я не думал, что это будет нападающий, который будет давать результаты, в итоге полуфинал, может сказать, наставил все точки над «и», да, это точно. Гол головой, конечно, сразу вспоминается его. И причем очень хорошие комментарии, тоже не хотели напомнить. Да, 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 подставление. Насчет Андрея, что сказать, опять же, у Юры очень хорошее видение на футболистов, именно вот опять же формат ЛФЛ, как бы, опять же, узнали незадолго, когда Левский ушел, и я солидарен с тобой, нечего, Володя провел лучше, гораздо сезон. Юры смотрел футболистов, опять же, там набирал кандидатуру, и вот на кубок сказал, что с Андреем поговорили, Андрей готов принять участие, вот, и я думаю, что сейчас все убедились, что Андрей готов составить первую конкуренцию в Володе Паваляево, вот, и вообще, ну, я считаю, то, что он уже сразу задал такой оборот, темп, что один из людей может быть нашей команде. Ну, он 10 мячей, по-моему, забил, да, у нас на кубке. На кубке, да, на кубке 10 мячей. Если я не ошибаюсь, то он на слушаемой войне получается. Ну, кубковый, да. Давайте на финале голевой передачи, не будем забывать о том, что все. Да, да, нет. Там удаление вынесем за скобки, это эмоции, там, это, да. Нет, это бывает сложно. На самом деле, Андрей отдал как раз голевую передачу при первом гонке, когда Сергей Казаков отметился, да? Да, да, то есть, опять же, и здесь принес пользу неоспоримый. Он очень хороший, я не знаю, Миш, помнишь, нет, ты же был в Сочи, он же был, вот, играл за Аппл Камп. А, ну, понятно, откуда дует ветер, почему-то, почему-то, почему-то не запомнил я. Вот на КФЛ-то его, по-моему, не было в 19-м году. Нет, он же был, был. Был, да? Ну, как-то почему-то он, видимо, там на шкуре чуть-чуть потяжелее. Там другой потяжелее, да. И ты играл центрального защитника на КФЛ, а не в центре. Да, мы тут поближе, все-таки. Я помню, матч КФЛ, ПРУФКАМ-МЕГДИТАН, я еще в новом эфире говорил, ПРУФКАМ поставил там автобус, такой жесткий автобус, там, все на своей половине поля, и один нападающий, там ПРУФКАМ одна замена только была. И в итоге они ввели, по-моему, МЕГДИТАН на 1-0, Костя получил травму, ушел на 3 минуты, играя там, вот, центральный защитник, или 5 минут, или 5 минут, там, 3 штуки закрыли. Ну, да, там, туда, какой-то матч сложился, опять же, мы там со слезами на глазах уже. Ребята сначала купили себе билеты уже в набережные Челны, потом, как забили один, и стояли, терпели. Отменный билет не нашел, а потом, говорит, да нет, все-таки. Все нормально, все нормально, билеты купили вовремя. Вот, такая, да, ситуация. Ну, очень хорошо, что у нас появляются, и люди раскрываются по-другому. Я, по-моему, не работал на Чемпионате России, возможно, точно не могу сказать, по-моему, нет. Ну, да, это все очень тяжелое, такой турнир достаточно большой. И, скоротечно, несколько игр в день футболисты играют, и комментаторы комментируют по 5-6 матчей. И, конечно, уже временной итог, очень жалко, что Чемпионат России в этом году не состоялся, но ситуация такая, что, конечно, опасно было проводить. Да, сужение. Ну, ничего, еще повоюем. Отыграемся. Сейчас и впереди. Хотелось бы чуть отмотать назад. Вот, полуфинал с Аминьева. Что тяжелее, какой матч? Конечно, понятно, что они были абсолютно разные. Ну, так вот, по турнирной стратегии, по турнирной стратегии, что был тяжелее, финальный матч или полуфинальный? Ну, в финале я не играл. Ну, опять же, для нас, наверное, Аминьева в лиге мы проиграли, новому Аминьеву, скажем так. Да. Поиграли, опять же, наверное, из-за каких-то срываний не на футбол, а на что-то другое поверхностное. Вот, и отсюда сразу было, опять же, в Кубке Гоя Родова, что, ребята, давайте дисциплинированно. Все-таки, наверное, опять же, даже на тему заряда еще подытожим, что порядок, наверное, бьет класс. Вот, на мой взгляд. И на тему даже Аминьева это подходит. Потому что у них команда очень мастеровитая. Очень, очень понравились. Вообще, ну, как бы, у них хороший исполнитель влияет. Ну, конечно, здесь Глушаков в два часа дня забивает гол в городе Рубина. Признается лучшим игроком того матча. А вечером в 19.30 выходит на Верманский парк. Ну, да. Ну, вот, достаточно. Но при этом, опять же, мне кажется, мы больше хотели. Мы больше были как-то настроены. И фокус у нас был именно на футбол. Хотели выиграть. И все-таки вот как-то бывает такое, я не знаю, как это объяснить. Но когда ты очень сильно хочешь, даже какие-то голы такие подспорные, они иногда залетают. Вот даже на тему Аминьеву. У нас там два таких, ну, очень шарных гола залетела. Ну, опять же, я все это списываю на желание, на плыть самоотдачу всегда. Не, ну, гол Овечкина мы с тобой обсудили. А второй какой? Джалимову выстрел? Нет, когда вот там пяткой, пяткой тоже был. А, да-да-да. Все. Ну, Джалимов какой гол тоже. Джалимов шикарный гол. Ну, Джалимов не первый. Не первый, да, такой. Я об этом в комментариях сказал, потому что он этот дальний угол верхний прикормил. Причем тоже в Кубке был такой гол похожий. Он, получается, с аута кому-то скинул, он ему с аута поставил, и он там с острого угла дали девятку как дал. Ну, это в его стиле. Мастер Дальн Хударт. Да, он может. Надо посмотреть, может, там что-то есть такое у него? Может, у него пуль где-то в кармане, я не знаю, плячет. Нет, он может быть этот магнитик. Давайте, чтобы закончить тем полуфинала, и тем Дамир Джалимову дадим ему слово. Мы записали с ним интервью после матча с Амиром. Рядом со мной сейчас стоит Дамир Джалимов. Дамир, поздравляю вас с победой. Очень по накалу эмоций был. Напряженный матч. Расскажи, пожалуйста, об игре. Матч с опытным соперником. Именить игроки. Нельзя было терять концентрацию. В те моменты, когда потеряли ее. И, естественно, забивали в конце его, собственно. Последний гол им не нужен был. А так, сыграли организованно. Мне кажется, эта игра рассматривалась на фоне тех первой игры, в которой мы их сыграли. Вот проиграли с ним. Мы не хотели реваншировать. Достойно сыграли. У нас получилось. Ваш соперник уже известен. Это будет заряд. У вас уже с ними было четыре игры. И в серии вы ни разу не побеждали. Скажи, пожалуйста, как будет? Это команда, которая в последнюю игру в чемпионате играли, да? В красных маках, да? Ну вот, да. Самый неудобный соперник. Согласен, хорошая игра будет. Скажи, пожалуйста, будет как-то готовиться и уже какие-то еще ошибки разбереть? Да я не знаю. В последней игре в сезоне, что к поднимению как-то не готовится. Все понимают, как контекст играет. То, что это финал. То, что нужно здесь отдать все силы и закончить сезон на хорошую ночь. В принципе, у нас неплохой чемпионат. Второе место взяли. Хорошим будет окончанием, если мы выиграем финал. Естественно, нам его никто не отдаст. Мы выиграем его в борьбе. Тем более соперник. Как показывает время, у нас самый неудобный соперник. По крайней мере, поскольку я с ним два раза играл ни разу. Не было легкой игры, так скажем. Постоянно боевые ничьи. Постоянно битва, битва, битва. Спасибо. Желаю вам удачи в финале. Спасибо. Продолжаем. Мы общаемся с Картарем Скорниным. Кость, ну как отпраздновали? Отпраздновали? Еще, честно говоря, пока не праздновали. Это было в воскресенье. В вечер уже. Всем завтра вставать рано на работу. Договорились, что отпраздновали день, чтобы все были. Если же кого-то не будет, то это очень большой вопрос попасть в конце сезона. Понятно. Я так понял, что глобального празднования не было. Потому что я тебе объясню, в чем дело. Мы все играем. Ты говорил, ты на каком турнире сломался. Я там работаю на каких-то турнирах в качестве арбитра. Представь турнир начинается рано. В восьмом часу первая игра приходит. И я приезжаю. Утро. Утро. Я приезжаю. Первый, кого я вижу, это Вильям Петросов. Такое ощущение, что они прощались. И минут через пятнадцать я еще мало спал. Потому что пока после финала сам отходил. Там буквально три-четыре часа удалось поспать. И я стою на пятнадцать и вижу, что вроде как фигура Антона Савченко показалась. Я думаю, ну нет, уже галлюцинации начались или еще что-то. Нет. Оказалось, что Антон тоже на этом турнире присутствовал. И, соответственно, ну понятно, что какого-то глобального, ну судя по их состоянию, по их бодрости, было понятно, что какого-то глобального празднования столицы Артель не было. Да. Я знаю, что сидели, потому что был разговор с футболистами столицы Артель. Ну просто мы же общаемся все равно. Помимо школы, мы же все общаемся. Так, что с некоторыми футболистами Заряды я общаюсь. Чтобы не было сейчас никаких недостаточно. Но я знаю, что вот эта группа там поехала определенно чуть-чуть отпраздновать. Вполне возможно, да. Опять же, мы и команды приняли решение, что многие были, не было возможности. Мы договорились, что только выберем дату и что, чтобы всем было удобно. Ну и, соответственно, мы ребят каких-то денег не держим. У нас ребята кто-то общается с Зарядом. И помимо Заряды вообще на юг-зап идти в принципе очень дружно. Я не знаю, сколько я знаю. Все поехали, может быть, там по кружечке пиво, за хорошее футбол выпить. Всегда за радость. Согласен. Полностью согласен. Давай чуть-чуть переносуемся в следующий сезон. Тяжелую представительную команду. Во-первых, ну никак нельзя опускаться ниже завоеванных позиций. Плюс, я думаю, что учитывая максимализм Юрия Давидова, я думаю, будет поставлена задача все-таки заневать титул и высшей лиги. Но плюс еще на все это наслаиваются и урокубковые матчи. Тяжелые, которые точно тяжелые не будут. Это минимум 6 недель будет. Дай Бог, чтобы было минимум 6, чтобы было максимум их больше. Кубок РФЛ, тренер довольно серьезный. Есть какие-то мысли о следующем сезоне или пока вообще даже не заглядывали туда? Честно говоря, мы хотели неделю-две отдохнуть, а потом уже с новыми силами начать общаться на тему нового сезона. Я думаю, что сезон будет очень показательным для нашей команды. Я думаю, что это очень серьезный турнир, шаг вперед. И, наверное, надо искать, может быть, какие-то усиления и начать тренировки, потому что, я говорю, а как ты сказал, две иные недели – это уже тяжело будет. С большим счетом надо, как я люблю говорить, в этих ситуациях три состава. Реально. Я думаю, что в клубе это понимают, а с какой стих говорит о том, что какое-то усиление, значит, естественно, что… Но есть уже определенные наметки, да. Я думаю, что это трансферный план раскрывает. Я с Юрем на эту тему не общался. Единственное, что у нас было, что надо отдохнуть чуть-чуть, недели-две, об этом футболе не думать немножечко. И потом уже после отдыха, основной силой только пойти и начать разговаривать. Я думаю, где-то усиление, если у кого-то есть какие-то уже наметки. И вообще, как будет происходить дальше команду, в каком русле расти, на что больше стоит обратить внимание. Вот. Пока так. Пока, да, нового прям такого… Если есть, то ты не в курсе, я понял. Ну да. У Юрия больше. У Юрия, конечно, в голове это. Единственное, что в Еврокубке хотелось бы, да, действительно, что-то показать себя. Потому что Юзао, насколько я знаю, в последнее время не так ярко выступала. Это мягко сказано. Вот. Мы представляем помимо себя, как наша команда, так и Лигу Юзао. И хотим тоже, чтобы она знала. Мы всей командой понимаем, что это будет тяжело, но мы готовы посмотреть страх в глаза. Ну, это здорово, великолепно. Кость, ну и последний, наверное, вопрос. Именно вот этот длинный сезон, какой момент был для команды самый тяжелый в сезоне? И какой вот… Ну, понятно, что момент триумфа, наверное, мы понимаем, какой был. Это вот последний матч, это бубок, это трофей. А вот какой момент был самый тяжелый? Был вот такой вот Рубикон, когда вот было там вот совсем тяжело? Нет, но этот сезон, если брать, то он вообще был в целом там, ну, достаточно и были падения и взлеты, вот, просто это, это, это даже, наверное, эфира не хватит нам тут говорить, но, конечно, были какие-то, да, досадные поражения. Там, допустим, я могу опять же взять, если даже первое поражение, первый тур наш с Керосинкой, ну, проиграли плечом по делу достаточно. Да, высший лигут команду заходил. Опять же, сразу, 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 сразу ощутилось давление, это так, как мы выступали в первой лиге, там, от нас уже, честно говоря, чего-то ждали такого невероятного, а мы в первую игру сыграли и проиграли в три мяча, если не ошибаюсь, в Керосинки. Ну, понятно, что она, ну, неплохая команда достаточно, но она не должна была бороться с искупательными, походу в сезон за призы. Ну, были еще там был, когда Юрий Бабин покинул тоже команду, вот, были сразу первые две игры, наверное, было так очень достаточно тяжело, непонятно, как мы без тренера сейчас будем. Тут мы, получается, бились там за призы, а тут сейчас у нас где-то может не получиться, и, ну, их достаточно много, вот, вот, допустим, когда мы потеряли очки с Аминева, ну, и прекрасно понимали, что мы можем еще побороться за первое место в передней игра с Метеором, и я думаю, что не потеряемость с очки с Аминева и обыграем Метеор, возможно, где-то Метеор очень сильно бы переживала то, что дало бы нам на руку. Ну, получилось так, как получилось, вот, Метеор тоже с заслуженным первым местом, вот, мы будем тоже делать выводы, опять же, и надеюсь, что в следующий сезон мы выступим еще лучше, вот, как и внутри чемпионата, так и за чемпионатом. Очень хотелось бы в это верить. На основании для этой веры всякое есть. Конечно, есть. Ну, мы надеемся, да, на это, потому что все ребята, опять же, все ребята хотят, если есть, есть такая ситуация, когда, допустим, команда действительно не хочет, наверное, выступать, она понимает, что именно по силам, вот, но у нас, как бы, все ребята хотят, все хотят показать себя, опять же, мы, у нас многие ребята выступали в сборной, и для многих очень было приятно какой-то новый вызов поиграть на другом, ну, на другом уровне, вот, и столица отель приняла решение, что там тоже был способным, готовым составом играть и что-то показывать. Команда голодная до побед. Да, пока да, но команда молодая. Команда молодая, молодая с хорошим коллективом. Руководители знают, что делать, и четко управляют этим коллективом, поэтому все предпосылки на успешное выступление есть. То есть, средний возраст, команда, не будем забывать, это люди уже адаптированные к ЛФЛу, которые поиграли на различных уровнях, поиграли в различных турнирах, люди уже понимают в этом возрасте, чего они хотят и как они готовы это делать. Вперед? Вперед? Нет, ну, конечно. Вы все правильно говорите, нечего добавить, нечего Осталось только осуществить на практике. Да, осталось только дождаться, получается, март и начать выступать. Уже, честно говоря, опять же, разговаривали две недели отдыхать, а вот с Юэм уже общаемся, и он говорит, уже хочется за нас. Ну, это пока вот это сладкое ощущение победы. Ну, конечно, конечно. Кость, говорим тебе спасибо, надеемся, что в следующем сезоне у нас будет много приятных поводов встретиться и пообщаться. Тебе лично здоровье, вылечить свою травму, терпение и вообще всего самого лучшего. Спасибо, говорим, столица Артель за этот сезон, говорим за ряду спасибо за прекрасный финал Кубка. И надеюсь, в следующем сезоне будем общаться также. Спасибо и вам. Всего доброго с Юго-Запада. Спасибо. Таким, у нас Константин Стармен, тоже очень интересно мы пообщались. Давай мы сейчас вкратце напомним о том, как вообще пришли команды к этому финалу. В полуфиналу он вызывает три звездочки. Равная игра. И об этом нам скажет Антон Семкачев, галки первого ряда. 4-2 ввел заряд. 4-3 и 4-4. Кстати, сам Антон совершил небольшую вратарскую ошибочку. Ближнуву он сдавил расстояние с лицевым мячом, что у него вообще не похоже. На самом деле это классный вратарь. Потрясающий вратарь. Что он в серии пенальтий продемонстрировал. Вывел заряд выше дивизион. И мы можем только говорить о том, что, наверное, по игре, то, что я видел, заряд был чуть ближе к этому финалу. И, соответственно, мы обсудили, значит закончился финал. Все по делу. Давай мы действующим лицам дадим слово. Антон Семкачев. Вратарь заряда. Рядом со мной сейчас стоит Антон Семкачев, вратарь команды «Заряд». Поздравляю вас с выходом в финал. Расскажи, пожалуйста, об игре. Игра была тяжелая. У-у-у-у-у. Красавчик. Мы не хотели победить. Я считаю, что равная игра. Результат закономерный. В основное время. Ну, поминайте. Больше повезло заряду. Скажи, пожалуйста, у вас уже финальная пара пока еще не определилась. Она будет играть вечером Аминьева столица. Скажи, как-то будете готовиться к этой игре? Ну, я думаю, исходя из соперника, да, разберем игру нашего будущего противника. Посмотрим, кто еще выйдет в финал. Любая из команд, которая пойдет в финал, естественно, будет очень тяжелым соперником. Пообщаемся, поговорим, посмотрим сегодня игру, какие-то заметки, выводы для себя сделаем. Ну, будем готовиться, да. Спасибо, желаю вам удачи в финале. Спасибо. И теперь Денис Романов, проведший прекрасный сезон. Я думаю, что болит, возможно, будет включен даже в символическую сборную по итогам сезона. Показался прекрасным универсалом. Подводит вообще итог сезон для «Звездочки». Рядом со мной стоит Денис Романов, капитан команды «Три звездочки», «Мипи». Поражение обидное по пенальти. Что можно сказать об этой игре? Ну, можно сказать, что мы играли против очень классной команды. У них очень хорошие исполнители. С ними приятно, во-первых, играть. Во-вторых, у них очень хорошая была реализация моментов. Они что не били, то забивали. А мы, наоборот, имея довольно много моментов, не забили. Там попали с метра в перекладину. И можно сказать, что нам не повезло. Но, наверное, это были равные команды. И победила команда, которая, не знаю, больше хотела, у нее больше получалось. Можешь, пожалуйста, подвести итоги этого сезона? Ну, ни одной из задач, которую нам ставили, мы не выполнили. Нам нужно было либо выиграть чемпионат, и потом, так как мы его не выиграли, выиграть кубок. Но, вот видите, у нас команда обновляется. Новые игроки приходят. Мы привыкаем друг к другу. Иногда где-то плохо собираемся на матч, и не хватает глубины скамейки. Но мы учимся. Нам приятно друг с другом проводить время на футбольном поле. И, несмотря на то, что мы заняли третье место и вышли только в полуфинал Кубка, я бы занес в актив этот сезон. И думаю, что если мы будем ходить даже тем же составом, а просто лучше в следующем сезоне, то у нас будет получаться занимать более высокие места. Спасибо. Желаю вам дальнейшую удачу. Спасибо большое. Чик Симон был неоднозначным. И в одной из первых предприятий следующего сезона я очень хочу Артема Цирина сюда позвать. Знаете, у нас в том году пищевик. Мы узнавали, что происходило. Сейчас вот чемпионат. Вот так команда, когда меняет лицо. В этом году нечто похоже, что звездочка им происходила. Я думаю, с начала следующего сезона Артем Цирин, который никогда не отказывает о беседах, всегда делает всевозможное для прессы, за что ему спасибо. Никогда какой-то критики мы от него не слышим, даже когда ему кажется, что-то несправедливо. Мы его ждем и, я думаю, об этом тяжелом сезоне для команды поговорим. Я думаю, многим руководителям команд это будет поучительно слушать интервью таких людей, которые борются с переходными периодами в своих коллективах. И только набирайтесь опыта. Наша передача решила вам в помощь. Давай второй полуфинал. У нас Аминева играла с командой столицы Артель. Ну, в принципе, уже этот матч разобрали с Константином Сутерминым. И дали интервью уже Дамиру Жалимову. И, в принципе, там разбираться нечего. Аминева, хоть там пока задачи скрывают, но я уверен, что в следующем году будет команда ставить максимальные задачи. У нас, смотри, получается, нынешний чемпион. Раз. Столица Артель. Два. Три звездочки. Три. Заряд, не сомневаюсь. Четыре. И сегодня мы еще услышали от Виктора Белова пять. Это те пять команд, плюс они его шесть. Это шесть команд, которые будут ставить все задачи чемпионов. Будут сказать, что это будет за вышка. Это мы не забываем Росвоенопотека. Мы не забываем Атлас. И мы не забываем еще команды Керосинка, Пищевик, которые проходили статус обновления в этом сезоне. И что будет? Какая-то нет вышка. Мне кажется, это будет сумасшественно. Это загадка пока. Не будет поставщиков очков. Можно сказать, что это посыпется. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что каждая игра, это будет... Сейчас, понимаешь, если посмотреть на участников следующего сезона высшего дивизиона, то можно понять, что коллективов, у которых есть какие-то трудности, как ты любишь говорить, с ростером или проблемы с какой-то стратегией, тактикой на матч, не осталось таких коллективов уже на следующий сезон. То есть, все боеспособные коллективы, кто с кем как сыграет, вообще предугадать будет невозможно. Да. Я, наверное, просто оговорился. Я начал считать сами Иниева. Сейчас я понял. Метеор. Конечно. Конечно. То есть, там команд восемь идей. Шесть точно. Шесть точно, которые будут. Но если у Виктора, опять же, получится все эти трансферные его сюрпризы, как он нам сказал, то, конечно, тогда тут вообще это будет классно. На этом, я думаю, мы сейчас с тобой дадим интересное интервью Антона Савченко и Кирилла Иванова. Люди выиграли кубок с чемпионатом. И сейчас они выигрывают кубок столицы Артеля. Такие два талисмана. Каждый год выиграют призы. Давай даем им слово. Рядом со мной стоят победители Кубка Юго-Западной Лиги Антон Савченко и Кирилл Иванов. Поздравляю вас с победой. 4-0. И все-таки вы два раза подряд выиграли кубок за две разные команды. Расскажите, пожалуйста, свои эмоции, свои ощущения. Да, эмоции, конечно, отличные. Всегда приятно побеждать. Финал Кубка – одна игра, в которой все, в принципе, могло разрешиться по-разному. Спасибо за поздравления. Все отлично. Все супер. Антон, скажи, пожалуйста, как складывалась игра? Вообще, как ощущение, как соперник? Соперник достойный был, да. Даже где-то пришлось так пободаться, так скажем, потому что все равно хоть и счет 4-0, но при этом чувствовалось, что ребята могли переломить, забив один гол. Игра могла перевернуться, поэтому игра была достойной финала. Скажи, пожалуйста, счет уже был 4-0. Эмоции все-таки оставались. Был какой-то накал, желтые карточки, удаление. Скажи, что повлияло вообще и почему, допустим, заряд не стал отпускать, как ты думаешь, эту игру и пытался все-таки доиграть? Ну, ребята, видно, люди футбольные, поэтому играли до конца. Да, в финал не каждый день выходишь, поэтому нужно отдать все силы на поле, поэтому удаление сыграло свою роль. Ребята получили преимущество, и при этом были и моменты, и удары. Ну, и вратарь у нас, надо дать должное, сегодня сыграл на высшем уровне. Кирилл, я знаю, что ты не с самого начала сезона в этой команде. Дай, пожалуйста, все-таки свою оценку этому сезону. Сезон отличный. Я перешел по ходу сезона в эту команду. Команда отличная, ребята супер, все дружат помимо футбола и за пределами футбольного поля. Так что коллектив у нас отличный. И не получилось, конечно, у нас выиграть чемпионат, но по объективным причинам команда «Метеор», конечно, не допустила ненужных ошибок. В принципе, я считаю, что второе место – это отличный результат. Ну и кубок забрали, все супер. Спасибо, желаю в дальнейшем удачи и в Еврокубках тоже. Спасибо. Такое интересное, хорошее интервью. Последняя передача в сезоне. Сезон был тяжелый, длинный. И хочется сказать спасибо всем, всем, всем участникам соревнований, всем обслуживающим персоналу, всем арбитрам, всем тем, кто помогал нам снимать передачу. Алексей Ксенофондов и Олег Цепляев, мы с ним начинали. Будем говорить о том, что будем стараться делать нашу лигу лучше, чище, интереснее, открыто. И некоторые медиапроекты у нас есть. И надеюсь, что мы их сможем осуществить. Видели вы, наверное, что в студии… Не первый раз, кстати. У нас были предматчеры «Три», мы брали, но это брали с поля. Ну да. А вот, может, от студии. Такой форматчик в первый раз. Будем стараться это делать. Благодарим вас, что смотрели нашу передачу. Надеюсь, что зрителей тоже у нас прибавится. И не поминайте лихом, если что-то мы не то говорим. Никому мы злами желаем только за то, чтобы команды прогрессировали и играли успешно на полях Юго-Западной Лиги и Еврокубков. На этом позвольте отклониться. С вами сегодня и весь отцы был Михаил Першин. Меня Антон Погодин. До свидания. До скорых встреч. Продолжение следует...